Девушки отдыхают Привет Блин, сегодня такое произошло Вы офигеете Я офигел Кузя, последний раз ты офигел Когда вам дверь в тренажерке перекрасили Да нет, сейчас вообще крутняк Прикиньте, меня по телеку покажут Офигеть, да? Где? В мире животных? Круче, кто хочет стать миллионером Короче, туда терминатора пригласили участвовать А там есть звонок другу, а друг я Он мне позвонит и меня по телеку покажет Поздравляю Это великий день Мать, доставай шампанское У нашего друга Кузя появилась Фантазия Он смог от начала и до конца Придумать и рассказать историю Кузя Чем там все закончилось? Вы стали миллионерами? Блин, Гошан, ты что, мне не веришь? Это правда? Да это специальная передача будет Для спортсменов Кузя, мы верим Придут спортсмены Ответят на вопросы И выиграют много денег Не без твоей помощи, конечно Зря ты так, Гошан Спортсмены, они не тупые Они очень Сильные и не тупые А терминатор мне по-любому позвонит Вот увидишь Гоша, тебе лишь бы поиздеваться Вот мой Тимофей Явно участвует в передаче Кто не хочет стать миллионером Художник хрена Денег не шиша И он даже не чешется их заработать Раду себе, мать, что хоть не чешется А то еще кое-какие проблемки были бы Ура Папа, что ты за мной бегаешь? Я же сказал тебе, что не хочу Чтобы скульптор лепил с меня статую Мне она не нужна А папе нужна Я хочу, чтобы дома у меня был Хотя бы гипсовый сын Ты знаешь, сколько папа денег отвалил Этому скульптору И не хочу знать Я хочу, чтобы папа отвалил от меня Я не ты И мне не нужны 100 моих статуй и портретов Все, у меня учеба И у меня нет времени позировать А папа любит искусство И статуи И портреты Симонфей, ты что, даже дверь не закрываешь? Заходи, бери, что хочешь Хотя, что здесь брать? Вставай Буду из тебя человека делать Давай завтра Какое завтра? Ты живешь, как на помойке Если тебя это устраивает То меня не очень В общем, так Тебе нужно нарисовать портрет Сильвестра Андреевича Сильвестра? Угу Что, пират какой-то? Это папа Саши Из нашего блока Он олигарх Любит портреты Хорошо нарисуешь Он повесит его у себя в кабинете И даст тебе денег А потом его друзья с Рублевки увидят И тоже захотят, чтобы их нарисовали А кто их нарисует? Ты Вот фотка С интернета распечатала Вечером начнешь Только голову Этому олигарху нарисовать Слушай, ты художник или кто? Остальное сам дорисуешь Ау-ка! Ау-ка, смотри, что Саша сделала! Так здорово! В первый раз вижу, что так радовались тому, что окна мыть придется Ну и что? Зато ты так романтично! Я должна тоже что-то такое для него сделать Танька, все, что ты должна сделать Это неожиданно забеременеть и женить его на себе Шутка А может мне в его комнате зажечь ароматические свечи? Он придет, и там будет приятно пахнуть А потом придет Кузя с тренировки, и там будет неприятно пахнуть Надо что-то такое С намеком на долгие отношения Я придумала! Я сделаю татуировку с его именем Ага, вот сюда Ты что? Надо, чтобы он видел На лбу, что ли? Ну, он же только лицо твое видит Сань, а ты можешь мне 50 рублей на телефон кинуть? А то вдруг меня отключат, а мне позвонить должны Ага, хорошо, закину Алло? Здравствуйте, это Кузя Вас беспокоят с первого канала Меня зовут Олег Я администратор программы Кто хочет стать миллионером? Офигеть! Вы реально с первого канала звоните? Нет Я с коридора вашего общежития звоню Конечно, с первого канала Чтобы программа смотрелась более живо Я обзваниваю всех участников и их помощников И сообщаю темы, на которой будет основная часть вопросов Ага, я понял Блин, а Гошан не верил Жалко, что его рядом нет Гошан? А кто это? Да есть тут один неверующий Значит, запоминайте Темы передачи будут насекомые А конкретно трахейно-дышащие И чешучие-крылые Не слишком сложно для вас? Нет Очень не сложно Там это... Трофейно... Какие? Подождите, я сейчас запишу Ага, я готов Ага, я готов Кузя Вы очень долго Бумага с ручкой у вас должны быть всегда под рукой А не под рукой Просто далеко Диктуйте А можно по буквам... А то это... Слышно плохо Вот Тра Щей Но Ага, дальше Ды Ша Щие А это одно слово Не, я знаю, конечно Чешуй Чато Крылые Ага, спасибо Буду ждать звонка Круто, блин Здравствуйте А Амадеус здесь живет? Че надо? Я бы хотела татуировку сделать Татуировку сделать! А тупу говоришь? Че будем делать? Нет, нет, нет Мне временную С именем любимого человека Ясно Какое имя? Женское или мужское? Конечно, мужское Вот этот Под номером 19 Ща сделаем Короче, держать Надо 20 минут Ага, хорошо Спасибо Тебе сотня А? Вы Ты Что это? Зачем мне этот Игорь? Я откуда знаю Любишь, наверное, его Ну, сама же просила 18 номер Я просила 19 И Сашу Да Блин Ну, ты извини Ну Хочешь, я тебе скидку сделаю? Гошан М? Прикинь, кто мне только что звонил? Мне Олег звонил С первого канала Да, ну Серьезно Олег Он там На кто хочет стать миллионером Типа самый главный Прикинь? Ну, поздравляй Ага, ты не верил Короче, он мне тему сказал Чтоб я подготовился Короче Про этих Трахнуто дышащих Гошан А ты не знаешь, где учебник про них найти? Ну, где-где В библиотеке, наверное Рассказай, где она находится Я знаю Мы там с Терминатором Шкафы-то скали Так Быстро стирай-то И наклеивай мне Сашу Так это Ну, это ж фирменные Они так не сотрутся Надо две недели ждать Потом Игорь сам сойдет Сколько? Две недели? Две недели Вот с этим? Надо что-нибудь сделать Чтобы Саша не обиделся И не ревновал зря Может, как-нибудь Замазать или еще что-нибудь Пожалуйста Ладно, ладно Не кипиши Мой косяк Сейчас исправим Ну вот Так твой чувак По-любому не заревнует С тебя 200 Блин Вот я дура Сделала Приятное называется Вот Принес О, привет Че принес? Портрет Этой твоей головы С большими бабосами Ну че? Круто получилось Это что такое? Сама же сказала Дорисуй А мы сейчас проходим Римскую мифологию Вот я ему Тело фавна Бога полей И дорисовал Клево, да? Ты че, сумасшедший? Ты можешь ему хотя бы Трусы нарисовать? Трусы фавну? Нет Если хочешь Сама рисуй Ну пипец Танюша, что это ты прячешь? Я? Где? Я ничего не прячу Я просто на родинку смотрела Танюша Я тебе открою один секрет Родинка у тебя на другой руке Ну? Красивая татуировка А почему Игорь Николаев? А что такого? Это мой любимый певец, между прочим И я давно мечтала сделать такую татуировку И вот сделала Это временное Через две недели пройдет Я не знал, что тебе так нравится Игорь Николаев Ты что? Я его фанатка Все песни наизусть знаю И дельфин и русалка И малиновое вино И дельтаплан Дельтаплан, это ж вроде Валерий Леонтьев Да А зато посвятил он ее Игорю Николаеву Видишь, ты не знал А я знаю Ладно, я пойду У меня доклад завтра очень важный Алло Алло, Кузя Это Олег, Первый канал Звоню проверить Как вы готовитесь? Я готовлюсь Я хорошо готовлюсь Я знаю все про Чешуйчатокрылых Это радует Но все же лучше проверить Итак, вопрос Как еще называют Пяденец? Блин Я просто до них еще, наверное, не дошел А кто это пяденецы? А нет Я точно помню Что их еще Называют Землемерами Правильно? Правильно Но вы потратили на ответ полторы минуты вместо 30 секунд Вы всех подвели Я буду требовать, чтобы вас заменили кем-нибудь поумнее Не надо Я просто сейчас медленно думал Я на игре буду думать быстрее Там адреналин вырабатывается Олег, пожалуйста Скажите там Что я нормальный Что я подхожу вам И я подумаю Тань Я это для тебя сделал Нравится? Сашка Ты сумасшедший Мне очень Очень нравится Все супер просто Я Я всегда об этом мечтала А я просто хотел сделать тебе приятное Представляешь Всю горбушку оббегал Николаева, оказывается, достать не так-то просто А это я С фотошопом баловался Прикольно Саш Зачем так много? Это не все У меня тут еще несколько Я их пока под кровать положу А потом вместе куда-нибудь приклеим О! У Алки Там что-то лежит Давай посмотрим Вдруг она тоже Игорь Николаев Картина вроде Так Так Отчего же у нас Алка фанатеет? Интересно Что это? Похож на твоего папу Ну почти Ой То есть я не знаю Почти или Я в шоке Я тоже Я хотела ему сюрприз сделать А Тимофей его так видит Саш, это голова Сильвестра Андреевича А тело Павна Бога полей Ну понятно Если бы у меня такая же маленькая пиписька была Я бы тоже в лесах и полях прятался Вот этот, который самый нормальный Папа, кто это? Саша, это скульптор Не волнуйся, он сейчас тебя запомнит И уйдет Позировать не надо А? Уже запомнил А что там у вас? Дайте посмотреть Сильвестра Андреевича Кто? Вы? Вижу, что не Анна Семенович Я спрашиваю, кто? Мой знакомый художник Мы хотели вам сюрприз сделать И... Художник, значит? Так Надо кое-что О чем переговорить Да Влипла наша Аллочка Алло, здравствуйте Это Максим Галкин И программа Кто хочет стать миллионером? Блин, офигеть Я же говорил Я слушаю У нас в студии находится ваш друг Андрей И ему требуется ваша помощь Я готов Я не подведу ни Терминатора Ни Первый канал Ни Олега Здорово, Торнадо Прикинь, это у меня уже последняя подсказка Вопрос такой Какая самая большая дневная бабочка в мире? Вариант Поблиноглазка? Самая большая дневная бабочка в мире Это Тецекрылка Александра Ареал обитания остров Новая Гвинея Самки этого вида весят до 25 грамм И имеют размах крыльев, превышающий 28 сантиметров Она также считается самой дорогой бабочкой в мире Я уложился в 30 секунд Так Откуда ты это взяла? С фотографией в интернете Вот уроды, папарацци Где засняли? Найду, кто выложил Придушу Фотку давай сюда А где все остальное? С чего рисовали? Где тело? И? Откуда вот это? Вот это, вот это все? У нас только голова была А остальное Тимофей сам дорисовал Он сказал, что так красиво Будто у вас тело фавна Бога полей Так это Не с фотки? Нет Ну да Фавна значит Хорошо Картину я забираю Вот тебе 100 долларов Это за нее И за то, чтобы таких картин больше не было А еще прикинь Гусеница Поднимает вес В 25 раз тяжелее Собственного веса Прикинь сколько она тренируется Кузя Ты мне уже получебника рассказал Может хватит? Торнадо Ну ты вообще молоток Спасибуха тебе Да ладно Обращайся Особенно по поводу Чешуйчатый крыл Короче Моя победа Это твоя победа Я выиграл 20 штук Половина из них По-любому твоя На Держи Спасибо Тебе спасибо Торнадо Кузя Считай своим долгом Кое-что тебе рассказать Ну так сказать Прояснить ситуацию Чего? Ну ты же знаешь Как я люблю Разыграть Пошутить Знаешь почему Когда Олег звонил Меня никогда рядом не было Потому что Олега нет Это я с нашего коридора Тебя разводил Представлялся Типа администратором А ты на все купился Ага Как же Нет Кузя Я Олег Я у тебя еще Про пединить спрашивал Помнишь? И вот какая ситуация Получается Я угадал с темой Помог тебе Чтоб ты помог Терминатору Сечешь Ну как бы Твоя победа Это моя победа Понимаешь? Понимаю То что ты К моим деньгам Примазаться хочешь Вот что я понимаю Танюша Сюрпиз Полное собрание Николаева Я еще Пару дисков Леонтьева взял Я так понял Он тебе тоже нравится Саш Подожди Не благодари Это еще не все Та-ра-ра-ра Мы идем на его концерт Если повезет И пофоткаемся И автограф возьмем Здорово Саш Очень здорово Но не совсем В общем Мне нужно Тебе кое-что Рассказать Танюш Не надо было Второе тату делать Я бы все понял Я же боялась Что ты будешь ревновать А ты что Думаешь Я к Николаеву Не ревновал Ал, я не понимаю Раньше была проблема Парня не было Сейчас парень появился Проблем только прибавилось У тебя парень олигарх Он тебя любит В чем проблема? Саша целует меня везде Дома В кафе В универе А сегодня Даже у деканата Нам декан Замечание сделал Да декан Это вообще не показатель Ему под 70 Может он просто завидует А вчера Надумал целоваться Прямо на проходной общаге Люди полчаса Не могли Ни войдя Не выйти Ну целуйтесь И целуйтесь Чего ты паришься Я не парюсь Мне нравится целоваться Но это Переходит все границы Я себя чувствую Героиней Порнофильма Привет А я думал Что ты еще Из универа Не вернулась Если вы не похудеете Я просто перестану вас кормить А начну кормить Только когда вы похудеете Ясно? Кузя Прикинь Я закарифанился С самыми крутыми Чуваками в общаге Со Стасяном И Джастином С этими наркоманами Из 201 Кузя Ты сейчас мыслишь Как хомяк Они не наркоманы Они тусовщики У них всегда Самые красивые девочки А я их кореш И я в банде А у меня хомяки потолстели Они все время жрут И мало двигаются У нас спортивная семья И мне не должно быть Жирных хомяков Я буду тренировать Как? Я разработал им Специальную программу Вот Купил им Спортивный инвентарь Ну все Теперь мы умрем От загазованности помещения Тебя-то еле терпим Ну и чему ты их научишь? Вон у Гуса Хитинга Получилось И у меня получится Так Все парни Марш на тренировку Я сказал марш Ты им еще кимоно купи Привет чувачок Как сам? О Здорово чуваки Да все кайфово Ну что Тусуем сегодня? Да не Есть напряги На Держи Это что за байда Чуваки? Это хорошее настроение Привери у себя До завтра Окей Не-не-не Чувачки Заберите Я не могу У меня сейчас Родители приедут Там К зачету надо готовиться Чувак У нас просто Как бы палево Могут быть Серьезные траблы А ты чист Ну считай Ну считай что Мы тебе доверяем Не-не-не-не Ребята Чувачки Да я реально не могу У меня тут Юрий живет И потом я тоже Под колпаком У меня это Одноклассник сидит Не, если мы тебя напрягаем, ты так и скажи, мол, чуваки, вы меня напрягаете Мы, конечно, напряжемся, но перестанем тебя напрягать Чувачки, ребята, ну чего вы так сразу меня сливаете? Ну, ну и все, ну созвоните Как я получаюсь? Нормально, все не прет Это потому, что тебе позирует Алла Горешко Будущая Монализа Нет, просто выставка завтра Все, готово Это что, я? Это абстракционизм То есть я три часа лежала голая Ради вот этого вот чертежа? По-твоему, вот так выглядит мое безупречное тело? Я тебя так вижу, я же художник Ну ты мне по гроб жизни должен быть благодарен за то, что я позирую тебе А ты рисуешь всякую мутатень Слушай, я тебя не просил Ты сама предложила Лучше бы я как хотел стул рисовал Он хотя бы не возникает Да у тебя даже стула дома нету, блин У тебя вообще ничего нету У тебя в холодильнике только кетчуп и горчица И то это я купила Не кричи Я ему то, я ему сё А он из меня, блин, пирамидку нарисовал На, получи Ты сумасшедшая? Да, сумасшедшая, что с тобой связалась Господи, куда я смотрела, а? У тебя же ни денег, ни мозгов Да еще и руки не оттуда растут Все, я от тебя ухожу, ты понял? Хорошо Слушай, у тебя 500 рублей есть, а то у меня краски кончились Ты чё, не понял? Я от тебя не просто ухожу Я от тебя бросаю, понял? Навсегда, блин Да ты без меня вообще никто Да ты с такими картинами сдохнешь от голода, понял? Да понял, понял, иди уже Картину испортила Настроение хоть не портила Так, Гоша, сосредоточься Думай, думай, Рудковский Куда прячут в фильмах? В камеру хранения Ага, поперся я на вокзал через всю Москву С таким палевом в кармане Блин, как сложно-то, а? А если на скотч под стол? Кузя, ну ё-моё, ну есть же носовые платки Ладно, попробуем так Куда бы я спрятался, если был бы пакетом? Думай, Гоша Думай Такое бы место Куда точно никто не полезет Точно Ну-ка, отвернитесь Да он ещё как назло Для поцелуев выбирает самые людные места Нам сегодня в метро аплодировали Пипец Короче, в психологии есть такой приём День откровений Назначайте такой день И высказывайте друг другу всё, что не нравится А если он обидится? Таня, нельзя обижаться В этом суть, Дни откровений Сегодня в Москве открылась выставка молодых художников Открытием выставки стал никому неизвестный доселе художник Тимофей Попов Критики порочат ему блестящее будущее Пипец Он что, специально меня выводит? О, подожди Может, вам нужно было тоже сделать День откровений? Да Сегодняшнего дня нет больше Кузи А есть тренер Начинаем занятия Во-первых Прекратите жрать Ты, Стивен Бег в колесе Шесть подходов По двенадцать повторений Ты, Сигл Ползание по лестнице Десять минут Туда-сюда И смотрите у меня Если будете плохо заниматься Никогда так не сможете И не надо на меня так жалобно смотреть Никаких скидок на то, что вы Жирные Все, перерыв У меня А у вас Тренировка Ночная Москва Квакова Пипец Девушка, это не пипец Это искусство Это вот это искусство? Да это просто кофе Причем даже не натуральный Сорок рублей банка Милочка, дело не в кофе Этот Тимофей Попов Просто гений Он придумал новое направление В живописи Продуктовый абстракционизм Чего он придумал? Продуктовый абстракционизм Его суть В пищевом Отрицании Своего творчества Да что, слепой Кружочки и квадратики? Да это геометрия За восьмой класс Девушка, вы просто ничего Не понимаете в искусстве Ага Это вот это Резиновая книга искусства Или вот Конструктор ежа Знаете что? Вот белье в Дикой Орхидеи Это искусство А это фигня Эта фигня Продана за 300 тысяч евро Хотя стоит явно дороже 300 тысяч? За мое антитело? Вот сучок Чувачок Алло Привет-привет, чувачок Ты это Книжку нашу там захвати, окей? Вместе почитаем Какую книжку, чуваки? Ну, путеводитель по Зеленограду А вы че, уезжаете? Собираемся В армию В Зеленые войска Ты только стульчик наш принеси На котором мы все сидим Че? Походу, вообще ничего не вывозит Ты там уже терикнул, что ли, а? Короче, Гоша Бери хорошее настроение И дуй к нам А, понял, чувачки Да я мигом Господа атлеты Простите, что прерываю вашу тренировку Вы никому не раскрыли нашу маленькую тайну? Вы куда ее дели-то? Вы что, ее сажали? Свиньи вы, а не хомяки Саша Есть одна такая штука Не знаю, понравится тебе, не понравится Давай у нас с тобой будет Такой специальный день День откровений Когда можно все друг другу высказать Но главное при этом не обижаться А, здорово Получается, можно все проблемы решить еще до их появления Тань, ты у меня молодец И название отличное День откровений А когда он у нас будет? Ну давай прямо сейчас Только обижаться нельзя Мне не нравится Что ты целуешь меня на людях Ты не обиделся? Нет Не обиделся? Договорились же Не обижаться Хорошо, что ты сказала Теперь я постараюсь сдерживаться Что еще? Все Теперь ты скажи Чтобы все было по-честному Да Мне нечего сказать Все хорошо Нет уж Откровения за откровением Я же тебе все сказала Ну Ты слишком часто прибираешься в комнате Ну вот видишь Я не обиделась Все, я побежала Еще меня раздражает, что ты в душе поешь А еще ты Часто перебиваешь Не даешь договорить Когда такое было? До конца Меня раздражает, что ты смс-чаты по телеку вслух читаешь Непонятно, зачем ты на своих полотенцах инициалы вышиваешь Ты когда молоко пьешь, потом усы не вытираешь А еще ты когда смеешься Меня в бок тыкаешь У меня уже синяк Вот Еще меня потряхивает, когда ты мне что-то рассказываешь И пуговицу на моей рубашке крутишь Ну Вот, наверное, и все Если что, вспомню, в следующий раз скажу Да и смс-чат я читаю Потому что там попадаются смешные И я хочу вместе со всеми посмеяться А инициалы на полотенце Ну просто вышивание меня успокаивает Или это запрещено? Тань, ты обиделась, что ли? Ничего я не обиделась Я вообще не обидчивая Или это тоже тебя во мне бесит? Ты чего, Тань? Ты же сама сказала, нельзя обижаться А кто обижается? А что, раньше нельзя было сказать? Таня, не пой в душу, меня это бесит Я-то это откуда должна знать? Я что, телепат? И вообще, идеальных людей не бывает Тань, ты чего? Ничего Только не говорите мне, что вы опять жрете Парни, вы что, занимаетесь, что ли? В перерыв? Молодцы А всего-то и надо было поговорить Давай-давай, не останавливайся Теперь мы одна команда Стивен, Сигл и Кузя Я великий тренер Парни, я просто вами горжусь Вот Сейчас проработали как следует Теперь можно как следует поесть Заслужили Ешьте, ешьте Восстанавливайтесь Вот где мой гений спрятался, а я его везде ищу Тимоша, зайка, прости, я опоздала? Ты же ведь не будешь ругать свою девочку? Ты чего? Поздравляю, мой хороший Мы с тобой такие молодцы Мы вчера расстались Ты что, забыла? Тимоша, зайка, ну какой расстались Это была всего лишь глупая ссора Я тебя прощаю Давай лучше отпразднуем наш общий успех Вообще-то это мой успех Тимофей, ну я ведь тоже поучаствовала Во-первых, это я нарисована вот так красиво Во-вторых, это я приснула кофе Получается, я придумала это твое пищевое отравление Пищевое отрицание Это моя фишка Я ее придумал И заметь После твоего ухода Смотрите Он творит искусство прямо у нас на глазах От пищевого отрицания К физическому устранению Генни! Генни! Браво! 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 Генни! Браво! 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 Ты чё, где ходишь? За нами через 15 минут чувак заедет, поедем смотреть 3D-мультик. Надо же подготовиться. Я просто, это, шифровался, чтобы не было хвоста. А то палево. Ну, не томи. Доставай пакет. Понимаете, чуваки, ну, так вышло, что вашей темы как бы нет. Чё за история, как так? Да понимаете, чё-то депрессуха напала, я не удержался. Но у меня взамен есть вот это. Странно выглядит. Чё за фигня? Ну и что, что вы их немножко переработали? Вроде похоже. Друг прокатит. Наркоман. Точно не дерьмо какое-то? Обижаешь. Нормальная штучка. Ладно, пацаны, пойду я. Подожди, а с нами взорваться? Вдруг ты нас кинуть захотел? Да не, чуваки. У меня дела. К зачету голова должна быть светлая. Чё-то ты темнишь. Может, нам чай зелёный подсунул? Чуваки, ну я же свой. Просто не хочу сейчас. Пойми, чувачок, у нас как бы так принято. Вместе так вместе. Как бы никто никого не заставляет. Никто никого не держит. Сейчас. Ого! Вот это она крыло! Чуваки, прикиньте, я сейчас подумал обо всём сразу. Цепляет капец. Ты где берёшь? Да есть у меня пара друзей спортсменов. Будешь нам эту убойку каждую неделю таскать, ок? Не, не получится. Они сейчас к Олимпийским играм готовятся. Жаль. Хорошая штука. Только воняет как-то странно. И привкус... Специфический. Ага. Дерьмовый привкус. Получается, этот бездарь теперь наживается на моём таланте. Сволочь неблагодарная. Скажи, Тань. Ага. А Саша не приходил? Девчонки, а есть жвачка? Ты уже спрашивала. Иди-ка, зубы почисти. Да я уже четыре раза чистил. Блин. Ну так вот. Я подумал. Может мне в какой-нибудь газете дать скандальное интервью? Ну там. Разоблачение гений Тимофея Попова. Ну и сексуальные подробности, а? Так его картины ещё дороже станут. И пикетцы. Тань, прости меня. Я вёл себя как дурак. Нет, это ты меня прости. Нельзя обижаться в день откровений. Тем более ты всё правильно сказал. Тань, просто я хотел сохранить наши отношения, поэтому решил вспомнить все мелочи, чтобы потом они не накопились. Правда? Так, Саша, ты хотел сохранить наши отношения? Фу, как неприятно. Какое-то детское порно. Ребят, ну хорош, найдите себе другое место. Прикиньте, у меня хомяки пятый час занимаются. Смотрите, смотрите. Вот он бежит по лестнице. Вот-вот-вот, сейчас поткнётся. Вот видите, ножки вылетели. И на спину. Да-да! Смотрите, черепашка не может встать. Раз-два. Раз-два. Раз. Ну, тут он увидел, что я его снимаю. И поставил мне два по социологии. Смотрите, что я сделал. Это визитки. Круто? Конечно, круто. Только бумажка со словом Кузя. Это ещё не визитка. А тебе, кроме имени, пока что писать нечего. Как это нечего? Вот. Эдуард Кузьмин. Студент и каратист. Студент и каратист. Кузя, это что, твоя биография? Нет, ты чё, я так специально написал, чтобы было понятно, что я очень, ну, это, разносторонняя личность. Чё вы смеётесь? Вот ты, Гошан, придёшь на работу устраиваться, а тебе скажут, оставьте вашу визитку, а у тебя нет. А я оставлю. И меня возьмут вместо тебя. Кем? Студентом? Или каратистом? Ну, ты тупишь, Гошан. Работать я могу кем угодно. А это, ну, просто мои достоинства. А-а-а. Ну, тогда нужно дописать. Эдуард Кузьмин самая упругая попа в общежитии. Алка, ты чё? Серьёзные люди про свои попы на своих визитках не пишут. Серьёзные люди? Вот и в таких лосинах не ходят. Не переживай, Кузя. Он просто тебе завидует. А я и не переживаю. Берите. Если чё, позвоните. Саша, а ты что, мне сегодня смс-ку прямо во время лекции писал? Ну, да. Сумасшедший. Видишь, Аллочка, какая молодёжь отчаянная пошла. Учись. Ага. Аллочка, судя по новому браслету, у тебя недавно был секс. Ага, сейчас. Это мне мой Андрей подарил. Наконец-то. Да у вас серьёзно. Ты даже помнишь, как его зовут. Ну и кто это на этот раз? Банкир, бизнесмен, продюсер. Да жмот он. Вот прикинь, в кошельке карта виза платину, а сам спрашивает, тебе два шарика мороженого или три? Короче, я решила его бросить. Не, ну чё за дела? Один подарок за две недели. Хотя браслетик, конечно, классный. Как у Шерли Стерон в «Пиратах Карибского моря». Ага. Только как у Киры Найтли, если что. Что? Я говорю, в «Пиратах Карибского моря» играл не Шерли Стерон, а Кира Найтли. Я вообще этот фильм только из-за неё смотрел. Ну вот и обломайся, потому что ты его смотрел из-за Шерли Стерон. Аллочка, я точно знаю, в каком фильме какая тёлочка снималась. Где она была голой, где одетой. Это не твоя территория. Хочешь, поспорим? Да на что с тобой спорить? Да хоть на что. Это с Дерипаской можно хоть на что спорить, понял? С трусил. Ладно, я всё придумала. Давай так, если в этом фильме снималась Шерли Стерон, то ты, ты лизнёшь нашего Петровича прямо в лысину. Ну что, будешь спорить? Не вопрос. Но если ты проиграешь, то ты покажешь свою грудь. Согласна? Легко. Тем более, есть что показать. Ну вот ты и попалась. Саня, разбивай быстрее, пока она не передумала. Ага. О, Кузя, слушай, студенты-каратисты. Ты не помнишь, кто играл в пиратах Карибского моря? Шерли Стерон или Кира Найтли? Вы чё, тупые, что ли? Там Джонни Депп играл. А, ясно. Мы просто подумали, вдруг он там не один играл. Блин, Гошан, у меня чё, на визитках написано кинокритик. Там же специально для дебилов написано студент и каратист. Вот, Андрей, достал уже. Нина, ну чё так настойчиво звонить? Ну на пять гудков тебе не ответили. Всё понятно? Человек не может с тобой разговаривать. Или не хочет. Браслет подарил, теперь всю жизнь звонить будет. Слава Богу, дошло. Кипец. Ал, скажи, а тебе когда-нибудь снились сны? Ну, эротические. Не, мне наяву хватает. А почему ты справ... Так, ну-ка, давай рассказывай. Ты что, я не могу. Я стесняюсь. Пипец, а чё стесняться, радоваться надо? Ну, ну, ну и чё, да? Ну, в общем, мне приснилось, что я сегодня всю ночь занималась сексом с Кузей. С кем? Тихо ты, с Кузей, Кузей. Причём в общей комнате прямо на столе. Пипец. Слушай, я тебя недооценивала. Блин, Алка, хватит смеяться. Мне вот ни капельки не смешно. И мне... И мне тоже не смешно. Ну, всё, хватит, прекрати. Это надо было Кузе во сне говорить. Слушай, Танюха, ты даёшь. Пипец, а почему именно Кузя тебе приснился? Не пойму. Ой, не только Кузя, и вы все тоже. Мы? А мы чё там делали? Это, конечно, очень странно, но вы все стояли рядом и выставляли нам оценки, как в фигурном катании. Оценки? Танюха, пять баллов. Ага, пять. Три. А средняя вообще два и восемь. А ну хватит уже. Ты чё, не видишь, что я переживаю? Я встречаюсь с Сашей, а снится Кузя. Мы занимаемся тем, чем нам Саша даже и не снилась. Слушай, Танюха, ну не переживай ты так. Ты просто очень впечатлительная. Вечером увидела Кузю в велосипедках, вот он тебе и приснился. Аллочка, только я тебя прошу, никому не рассказывай, слышишь? Никому. Танька, да ладно тебе. Я чё, тайны хранить не умею? Вот, стоны, крик, а потом стол ходуном, посуда бьётся, а мы типа такие стоим вокруг стола, смотрим и оценки выставляем, прикиньте. Потом мы стали цветы кидать, а они голые слезы, что стало, поклонились и ушли. Ну всё правильно, я всегда в конце соревнований кланялся, ну, если меня до этого не унесли. Молодец, Кузя, моя школа. А мне, Аллочка, сегодня всю ночь твоя грусть снилась. И, по-моему, этот сон по-любому вещи. Ага, сейчас. А я вообще всю ночь не спал, думал, кому ещё визитки не раздал, а потом вспомнил, что только вам раздал. Привет. А что это вы тут так громко смеялись? Может, и нам расскажете? Привет, Саша. А кто это там рядом с тобой? О, так это же наша спящая красавица. Ну, так добро пожаловать к столу. Алла, ты что им всё рассказала? Да как ты могла, я же тебя просила. А что? Что рассказала Таня? Саш, понимаешь, мне сегодня ночью приснился эротический сон. О, прикольно. Так, так, так. Интересно, и что же я там делал? В этом с ней был не ты. Сашенька, ну ты только не переживай, это был Кузя. Да, Саша, не переживай. Я когда узнал, что с Танькой на столе сексом занимался, вообще не расстроился. Так смешно, правда, Саша? Ну, прямо боржаться можно. Да, Тань, не ожидал я от тебя такого. О, Танька, слушай, а ты не помнишь, я тебе во сне свою визитку давал? Да, Эдуард, ну что, мы внимательно изучили ваше резюме. Оригинальный ход. Судя по нему, вы отлично подходите на должность охранника. Подождите, а это вы все из моей визитки поняли? Ну, да, да. Во-первых, вы каратист, и если что, сможете урегулировать любые проблемы. Не вопрос. Во-вторых, вы студент, что позволит нам сэкономить на вашей зарплате. Ну, тоже правильно. Что ж, я рад, что вы так быстро нашли вообще язык. поздравляю вас, Кузьмин. Теперь вы не студент и каратист, а студент, каратист и охранник. Подождите, так что, мне теперь новые визитки выдадут? Раз я теперь еще и охранник. Да нет, я думаю, это не так важно. Как это не важно? Это очень важно. Алло, кто? Андрей? Нет, это не Алла, это ее подружка Таня. Аллы нет, она ушла и телефон забыла. Нет, ничего, я передавать не буду, она сама вам перезвонит. Пипец, достал. О, Аллочка, добрый вечер. Как никогда, рад тебя видеть. Ну, что, мать, давай, свети дыньки, потому что Кира Найтли. Спасибо тебе, Кирочка. Ну и зашибись, Найтли так Найтли. Поздравляю. Что поздравляю? Проспорила? Расчехляй пампушки. Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь. Погоди, я не понял. Ты что, отмазываешься? Проспорила? Выполняй желание, показывай грудь. А что тебе еще показать? Как ты вообще мог повестись на этот глупый спор? Как это глупый? Нифига себе. Я бы лизнул Петровича в лысину. Ну так сходи и лизни. Может, он тебе грудь покажет. Алла, ты Динамо, и ты еще об этом пожалеешь. Прикинь, Сань, меня на работу взяли и никем попало, а сразу охранником. Это визитки сработали круто. Теперь вообще дел по горло. Днем работать буду, а вечером визитки исправлять. Кузя, у меня к тебе серьезный мужской разговор. О, круто. Давай, Сань. Только не сейчас, а потом, когда визитки закончу исправлять. А ты не можешь отложить визитки? Точно. Давай, Сань. Кузя, скажи честно, у вас с Таней что-то было? Да, Саня, откуда ты узнал? Кузя, что у вас было с Таней? Плеер. Что? Ну, мы с ней плеер в складчину купили, чтобы по очереди слушать, а я ей сказал, что плеер сломался и сам его по ночам слушаю. Не вломи меня. Да, Кузя, блин, ты не понял. У вас секс был? Ну, да. Когда? Ну, сегодня ночью в Танькином сне. Ты что, забыл, что ли? Да ты опять ничего не понял, Кузя? У вас с Таней был роман? Роман, роман. Блин, Сань, ты меня вообще запутал. Я тебе вместо охранника роман написал. Что это за хрень? Эдуард Кузьмин, студент, каратист и роман. Блин, косячина. Что-то Саня тупит сегодня. Блин, да тут работы, походу, на всю ночь. Блин, Гошан, сколько времени? Кузя, ну, если я уже встал, значит, минимум 12. Блин, я на работу проспал. Меня же менеджер ждет. Что, Аллочка, что-то потеряла? Где моя одежда, придурок? В стране невыполненных обещаний. Слышишь ты, скелет, зря стараешься. Я тебе все равно ничего не покажу. Да куда ты денешься? Ты же скорее застрелишься, чем будешь ходить в одном и том же. Дурак ты, Гоша. В этом шкафу у Тани всего четыре кофты, а все остальное мое. Здравствуйте. Это я. Ваш студент, каратист и охранник. Когда нужно приступить к работе? Да вообще-то еще два часа назад. Я опоздал, потому что во сне думал, что не сплю. Извините, у меня такое первый раз. И в последний. Нам, Кузьмин, такие работники не нужны. Так что вы уволены. Подождите, как уволены? Я это, прошу вас, не надо. Вы чего? Вы не можете этого сделать? Это все почему? Как почему? Потому что уже все визитки исправил. Вот, посмотрите, студент, каратист, охранник. Ну таки допиши еще. Уволен. Вы, то есть ты мне все визитки испортил? Саш, ну подумай, ну что может быть между мной и Кузей? Просто мне снятся яркие события, которые я вижу перед сном. Увидела Кузю в его дурацких велосипедках. Вот он мне и приснился. Ну, приснился-то он тебе уже без велосипедок. Ну, ты что опять отнесла? Ладно, ладно. Ты у меня такой ревнивый, прям настоящий мужчина. Ну? А что он снится? Да это вообще смешно. Представляешь, какой глупый сон. А еще все ребята вокруг стоят, хлопают и оценки выставляют. А он-то вообще два поставила. Какие оценки? Ну, я не знаю. За технику и артистизм, наверное. Погоди, я тоже оценки выставлял? Да нет, Сашка, ты чего? Тебя там вообще не было. Отлично. Значит, обо мне ты совсем не думала. Все приснились, один я не приснился. Значит, я для тебя не яркое событие. Ну и снитесь друг другу дальше. Можете даже партнерами меняться. Спасибо тебе, Таня. Кузя, вот скажи мне, почему Алла такая же, как все? Она обещала золотые горы, а теперь их не показывает. Да что, я не знаю. Может, она передумала. А может, она менеджер? Да не нам она. Причем я это знал, а все равно повелся. А мы с тобой еще как дураки на диск с фильмом скидывались. А мы что, скидывались? Слушай, Гошан, а можно я попозже деньги сдам? А то меня с работы уволили. Кузя, ну о чем ты говоришь? Мы же друзья. Спасибо, дружище. Ты что делаешь? Я опять студент и каратист. Теперь обратно исправлять надо. Охранника вычеркивать. Да? Ой, Андрей, а ты что здесь делаешь? Да я тут рядом по делам был и решил заскочить. А между прочим, воспитанные люди перед тем, как прийти, звонят. Так я и звоню, а ты трубку не берешь. Андрей, нам надо с тобой расстаться. Как расстаться? Почему? Что я тебе такого сделал? А в том-то и дело, что ничего. Андрей, я бриллиант, который требует дорогой оправы. А, ну конечно. Тебе рестораны, да бутики подавай. Да ты просто пользовалась мной, Динамо. Браво. Абсолютно согласен с предыдущим оратором. Выключила подарок и все. Слить меня хочешь? А ну-ка, давай обратно браслет. Ага, сейчас. Если бы я возвращала все, что мне подарили, я бы вообще тогда голая ходила. Снимай, я сказал. Он семь косарей стоит. Ай, больно же! Эй, мужчина, успокойтесь. Давайте обойдемся без первобытных методов убеждения самки. Слышь, утконос, рот закрой, а то сейчас сознание потеряешь. Ну все, урод. Ты даже не представляешь, что сейчас с тобой будет. Кузя! Поняли? Все-таки я охранник. Студент, каратист и охранник. Хорошо еще, что не все визитки успел переправить. Он у тебя браслет забрал. Ну и хорошо. Тем более, я фильм пересмотрела, у Киры Найтли другой. А этот отстойный. Ну как тебе получше? Я от тебя вообще не ожидала. Спасибо. Ты у нас прям джентльмен. Ага. Как обычно, оказался в ненужное время в ненужном месте. Ну ладно, ладно. Ты знаешь, я тут подумала и решила, что была не права. В общем, смотри. Алла, Алла, что ты делаешь? Как что? Раз проиграла, выполняю желание. Нет, только не сейчас. Я же ничего не вижу. Ну здравствуйте. Второй раз я показывать не буду. Откуда я знаю, видишь ты или нет? Ну все. Как говорится, я свой долг выполнила. Черт, черт, черт. Привет. Ты уже легла? Ну да. Точно? Уже никуда сегодня не пойдешь? Нет, а что? Саша, ты чего? Ты куда? В твой сон. не могу, прекращай, то я вообще не усну. Ну все. Сегодня ночью я обязательно тебе приснюсь. Думаю, да. Это самое яркое событие за день. Ну, неспокойной ночи. Ну, неспокойной ночи. Слушай, у вас музыка играет. Решил зайти. Мало ли чего. Смотри, какие у меня банки после ста отжиманий. Не хочу, не хочу, не хочу. Уходи. Ну ладно. Спокойной ночи. Черт, 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 черт. А вот и я. Аплодисменты. А где жюри? А где оценки? Ну, пресса, давай следующий вопрос. Читателей журнала Хэй интересует, зачем олигарх Сергеев на месте детского парка построил крупную автомойку? Так, давай-ка мы этот вопрос с тобой тоже переформулируем. Пусть читатели интересуют, будет ли новый автомоечный комплекс работать по выходным и в ночные часы. Ответ, конечно же, будет, потому что Сильвестер Сергеев заботится о вас, граждане. Хорошо? Хорошо. Только мы, получается, все вопросы переформулировали. Дорогой Мун, ты что, забыл? После того, как я купил ваш журнал, я могу и тебя переформулировать. Все сделаем, Сильвестер Андреевич. Ладно, продолжим. Вот эти фото на развороте сделаешь. Да, и фотку сына моего Сашки напечатай. Так он у вас вроде взрослый уже, а тут ему, наверное, и года нет. Не понимаешь, что может быть милее маленького, голенького, карапузика? Что-то здесь у Сашки пипка маловато. Не видно ничего. Ты это, поколдуй. Там в фотошопе увеличь, так сказать, чтобы был достойный сын достойного отца. Чтобы конкуренты знали, что, мол, если у меня такой сын, то папка уж... Да? Да, короче, что я тебе объясняю? Работай иди. Принципы общевойскового боя... Принципы такие, как... Такие, как ты, Сергеев, должны дома крестиком вышивать. Значит так. Мы здесь изучаем военное дело. И ты, Сергеев, будешь скоро у меня звезды на погонах изучать. А не в телескоп. Ясно? Товарищ майор, я учил, просто... Ну, что ты, он всё мнёшься, как баба. Может, и не Сергеев, а Сергеева. А? Сергеев. А что? Если в голове пусто, то и в штанах не густо. Мужиком надо быть и отвечать, как мужик. Садись. Два тебе. Сергеева. Что, Аллочка, сессия скоро. Решила за ум взяться. Выпросил лекцию какого-нибудь ботаника. Да нет, Гошенька, это твоя тетрадь. Или, как она там называется? Сук. Список удовлетворённых Гоши. Ты где её взяла? Дай сюда. Кошенька, а ты, оказывается, у нас такой сентиментальный. Всех своих дурочек в тетрадку записываешь. Алла, прошу вернуть реликвию хозяину. Марина Тимощук. Первый курс, второй размер. Ещё растёт, встретится через год. Алла, ну это не смешно. Дай сюда. Ха-ха-ха. Так, о, раздел преподавателя. Прям как в зачётке. Матреева хор, Николаева оттолка, Сатонова уду. Три раза. Алла, ну-ка отдай. Ой, да тут ещё и графа планы есть. Ты ещё и планы строишь, с кем переспать. Капустина Гришко. Что? Алла Гришко осуществить до 2009 года. Коша, ты офигел? Обломайся, понял? Ничего у тебя не выйдет. Половина этой тетрадки то же самое говорила, Аллочка. Что ты сказал? Я? Ничего. Это просто план, подписанный мной и моим младшим товарищем. Коша, запомни, что я тебе сейчас скажу. Ты никогда не переспишь с Аллой Гришко. Понял? А это мы ещё посмотрим. Аллочка. Ничего, ничего. Будет и на этой странице праздник. Кузя, ты что, опять с Германом в прятки играешь? Герман, он под кроватью. Нет, Гошан, сигл пропал. Видимо, я его так натренировал, что он сам из коробки смог вылезти. Круто. А нет, не круто. Кузя, это он от твоих дебильных тренировок сбежал. Блин, Гошан, что делать? Как ты думаешь, где он может быть? А ты спроси у Стивена. Сокамерники, они между собой по-любому общаются. Точно. Стивен может знать, где сигл. Спасибо, Гошан. Ты что делаешь? Я насыплю много еды и отпущу Стивена. Он найдет сигала, скажет ему, что тут много еды, и они придут вдвоем. Вот бы наш ректор тоже так делал. Много еды и выпивки в аудитории насыпал, и я бы в универ почаще ходил. Папа, что это такое? Саша, сынок, что случилось? Вот что случилось. По-моему, я неплохо вышел. Да? А я вот здесь как-то не очень. Что это у меня такое? Увеличили тебе чуть-чуть пипку? Чего ты паникуешь? Чуть-чуть? Пипку? Покажи мне, где ты тут видишь пипку? Саша, ну что такое? Хорошая статья. На это, ну, не обращай внимания. Не обращать внимания? Ну, конечно. Это же всего лишь треть моей фотографии. Ну, да, да. Перестарался этот активист-журналист. Алло, Альберт, сделай так, чтобы того журналюгу, которого я с утра поощрить хотел, уволили. Папа все исправил. Папа все исправил. Алла Гришко. Полная тезка нашей Аллочки. Какая она тезка? Смотри, какая она страшная. Вообще не тезка. Кузя, то, что она страшненькая, это только плюс. Все прощается до двух бутылок шампанского и трех комплиментов. И все. Алла Гришко в моем списке. Ты что, хочешь с этой Аллой Гришко переспать? Да, Кузя, именно так. Ты что, Гошан, вообще дурак? Наша Аллка намного круче. Лучше с ней. Да, Кузя, общение с хомяками не идет на пользу твоей сообразительности. Нет у меня никаких хомяков. Стивен пошел за Сигалом и тоже пропал. Серьезно? Блин, в неспокойное для хомяков время мы живем. Я должен их найти. Потому что... Чтобы найти хомяков, нужно понять хомяка. Нужно начать думать, как хомяк. Нужно стать хомяком. Стивен, Сигал, я иду за вами. Кузя, только умоляю. Когда хомяк внутри тебя захочет в туалет, пользуйся нормальным, а не этой коробкой. Кто мне назовет тактико-технические характеристики противотанковой мины? Кузнецов! Только объясни-ка мне, что такого смешного в противотанковой мине? А, хей! Ну так вот, Кузнецов, хей тебе, а не зачет. Любишь читать? Живи в метро! Хе-хе-хе! Все, отбой. Что тебе, Сергеева? Товарищ майор, я хотел пересдать. Ну, ты Сергеев мужик? Да, товарищ майор. Ладно. Сергеев, пять тебе. Свободен. Да, товарищ майор. Спасибо, товарищ майор. Это не мне спасибо, это ты отцу родному спасибо скажи и матушке природе. Так точно, товарищ майор. Тебя бы в артиллерии служить. Спокой, да гаубица. Ну, папа, спасибо. И этот бокал я хочу поднять за Аллу Гришко. Гоша, зачем ты постоянно повторяешь мое имя и фамилию? Потому что у тебя прекрасное имя и восхитительная фамилия. А их сочетание просто сводит меня с ума. По-моему, обычный. Знаешь, я, наверное, пойду. Рада была познакомиться. Аллочка, не уходи. Пожалуйста, посиди еще со мной. Ты, ты так мне понравилась. Я как увидел твою фотку, я сразу, сразу что-то почувствовал. Вообще-то у меня в одноклассниках только одна фотография. Я в шлеме на мотоцикле. Девушка за рулем железного коня, что может быть привлекательней? Угу. Ну, за тебя, Алла Гришко. Хе-хе-хе-хе. А я тебе правда понравилась. Правда, Аллочка. Георгий Рудковский не умеет врать. Ваше шампанское и сдача. Угу. На чай. Ну что? Далее в нашей программе прогулка по Москве. Вперед! Привет, Танюша. Привет, Саша. Ага. Вот. Журнал читала. Статья там про твоего папу. Ты ее видел? Нет. Пока не видел. А что? Да нет ничего. А там фото твои детские есть. Да. Я, наверное, такой там смешной, маленький, щупленький. Ну, как сказать, ты там такой серьезный. Да. Я с детства такой. Папа с самого рождения говорил, вот какой у меня мужичок растет. серьезный. Ага. Правильно говорил. Кузя, ты чего это? Я не Кузя, я хомяк. Какой еще хомяк? Я потерял Стивена и Сигала и сейчас сам пытаюсь стать хомяком, чтобы найти их. Все, мне некогда. И вообще, хомяки не разговаривают с людьми. Двери открываются, станция комнаты Гоши. Осторожно, двери закрываются. Да у вас тут мило. А это что? Любишь смотреть на звезды? Так, романтично. А у тебя, кстати, паспорт есть? Есть. А ты что, уже в ЗАГС побежал? В этом священном месте нельзя произносить это слово. А с паспортом я сейчас быстро к коменданту смотаюсь, отмечу тебя, ну что, проблем не было. Тут все-таки общежитие, тут с этим строго. Ну что, моя звездочка, не скучай, твой астроном сейчас вернется. Че, Гошенька, привел раздел и испугался? Аллочка, а знаешь ли ты, кого я привел? С кем я сегодня буду кувыркаться? Ой. Посмотри. Алла? Гришко? Да, Алла Гришко. Это Алла Гришко. Ах ты, сволочь! Я сегодня буду с Аллой Гришко. Пусть и некрасивой, но с Аллой Гришко. Я ее пару раз вот так, а потом еще пару раз вот так, и пусть она страшила, но главное Гришко. Ладно, мне коменданту надо. Уже не надо. Ты никогда не переспишь, с Аллой Гришко. Понял? Браво, тезка! Браво! Гришко... Субтитры создавал DimaTorzok Сервестр Андреевич, плохая новость Что, пассиян с компьютера не сходится? Или что-то посерьезнее, а? Тот журналист, которого вы уволили, выиграл фотографии и опубликовал их в другом журнале Вот тут Что это? Ничьи из Поволжья, профессиональный актёр МХАТа Олигарх скрывает от налоговой виллу на Мальдивах Сергеев сделал сына мужиком с помощью фотошопа Вот сволочь! У меня что? Вилла на Мальдивах есть? Я не забыл И с Сашкой неудобно получилось Товарищ майор, мне в деканате сказали, что вы меня зайти просили Просят титьку у мамки А я приказы отдаю Полей ко мне Я вас слушаю, товарищ майор Это я тебя сейчас слушать буду Давай, двойку свою пересдавай Товарищ майор, вы ошиблись, наверное Вы же мне сами пять поставили Товарищ майор ошибся один раз Когда был подполковником Больше товарищ майор не ошибался Что? Думал, раз ты с Рублевки, а я с Химок Так меня обмануть запросто Я вас не обманывал? Конечно Обманом тут и не пахнет Вы тут с папашей на пару с ума сходите Один виллы на Мальдивах скрывает А другой пушку свою в фотошопе растягивает Все, дуй отсюда И готовься Ты у меня до конца с эти Будешь размер своей оценки увеличивать Сергеева Ну куда? Куда Кузя мог деться? Дома не ночевал, никого не предупредил Может, в милицию позвонить? И что мы скажем? Что наш друг превратился в хомяка и уполз? Будем ждать Саша, ты так сильно переживаешь из-за Кузи А? Что? Да-да-да Я из-за Кузи переживаю Ну что, ты его нашел? Ой, Танька, ты нашла, кого посылать? У Гоши же никогда ничего не получается Ой, ой, ой Один раз удалось спасти фамильную невинность Теперь не нарадуешься? Рудковский еще возьмут верх над Гришко Я еще ВКонтакте поищу Ой, кстати, Александр У меня, как у журналиста К тебе маленький вопрос Гоши, хватит Привет, студенты Здравствуй, сынок Опоздали В курсе, значит, уже Да, папа, в курсе И не только они Ты меня перед всем универом опозорил Перед всем общежитием Саша Папа понимает Что очень виноват И в знак нашего примирения Кое-что тебе принес Гена Не нужны мне твои подачки Папа предвидел Гена Возьми, Саша Не злись Хороший подарок, Сильвестр Андреевич С намеком Он же тоже увеличивает Да идите вы все Обиделся Обиделся Нашел Поздравляю Кузя сам нашел Кузю Нам не стоило так волноваться Кузя, где ты был? Я не могу сказать, где я был Но зато там Я нашел Стивена И Сигала Только их теперь Семь Как семь? Оказывается Стивен родил Или Сигал Я не разобрал Так здорово Так здорово Боже мой, как быстро мы стареем Кузя уже стал дедушкой Круто Семь хомяков У меня столько друзей никогда не было Ты Не лезь к этому А ты Отойди от того Ты же на него встал Да не ты От Блин Я так запутаюсь Надо вам Имена дать Вот ты С умными глазами Будешь Таня А ты Красивенький Будешь Алла А ты Которого щас Алла укусила Будешь Гоша А ты самый лысый Будешь Сильвестр Андреевич О А это будет Саня У него пиписка маленькая Вот бывает же такое Что человек не одевал штаны две недели Потом Одел Залез в карман А там сто рублей Пусто, блин У меня так было Я один раз две недели штаны не одевал Потом одел А там в кармане пирожок с мясом Вот я тогда траванулся Кузя Ты не мог бы аж должить мне денег Мне нужно мазь от ожогов купить Кузенька Перед тем как ответить ему Вспомни пожалуйста Что в прошлый раз он сказал что ослеп И взял у тебя пятьсот рублей на лазерную операцию Кусечка Аллочка А дай пятьсот рублей Можно натурой Мне собственно это деньги нужны А я честно отработаю У него самой денег нет Видишь с каким я телефоном хожу Классный телефон Я уже себе такой полгода хочу Ему и есть полгода Как стрёмный Он выглядит старше меня Аллочка Ты себе льстишь Блин, его даже в кафе на столик выложить стыдно А зачем его выкладывать? Чтобы кто-нибудь попросил его номер Мужчины же видят глазами Может быть любят? Танечка Я потом тебе расскажу Чем они любят Аллочка Есть тема как заработать на телефон Устроим показ Вход пятьсот рублей Что за показ? Твоей груди Обещаю Соберу стадион Гоша Отстань Эх Нет вас коммерческой жилки Бюджетники Саня Ты уж извини Икорки не было Да и салями закончилось Так что либо плебейская пища Либо голодная смерть Гоша Ну что ты прям Я же люблю эти бутрики Как и вы все Ммм Вкусняйся Привет голодьба Саша Не ешь эту дрянь Ты испортил желудок Чего? Да ты ешь Ешь Тебе полезно Ага А у нас у простых людей Даже гайки перевариваются Папа Ты приехал проверить Что я ем Да? Я между прочим Вхожу в попечительский совет Твоего университета По твоей милости И сегодня ректор попросил меня Поучаствовать в благотворительной акции Вот я и приехал О, гуманитарная помощь Сильвестин Андреевич Ну зачем помогать Неизвестным бедным людям Когда рядом есть знакомые Проверенные бедняки Так лысый Рот заткнул бутербродом И заодно у меня к тебе Один вопрос Я так и знал Я не передумал И остаюсь в общаге Плохо Но сейчас не об этом Надеюсь ты помнишь Что у меня через месяц День рождения Я решил отметить его скромно На Сардинии Куда уж скромнее Сардиния это полузакрытый курорт Для аристократов Любимые места отдых Арабских шейхов Там белый князь Монако Дональда Трампа И Абрамович Я решил взять У Ромы Яхту на неделю Все как обычно Бассейн с шампанским кристаллом Бассейн с коньяком Луи 13 Мадонна будет петь На русском Она уже начала готовиться Ну и Петя Листерман привезет Девочка не будут драться В яме с черной кровью Все стандартно А у меня аллергия на черную кровь Да чего вы правда Я один раз в детстве Хотел ее попробовать А бабушка сказала Что у меня аллергия И съела ее сама Ну для меня Важнее всего Чтоб в этот праздник Рядом со мной Был ты Сынок Конечно Кто-то на Сардинию летит А кто-то сухарики жрет Со старым телефоном ходит Папа Давай не при всех Пойдем в коридор Идите Идите У нас там типа ВИФ кабинет Папа Что ты меня позоришь Какая икра Какая яхта Икра черная Яхта белая Я же и так не стал рассказывать Что там водой будет Джим Керри Чтобы не травмировать Тихику этих Пролетари Он же так Си-что окривляется Тихо нравится Папа Я только нашел Общий язык с ребятами Сколько раз повторять Что мне хорошо здесь Я обычный студент И не могу себе позволить Лететь на Сардинию Ясно Нет Ты по первым Мой сын И наследник моих миллиардов И всегда им будешь Не буду А я тебя даже спрашивать не стану Оставлю наследство И все Умру, Саша От расстройства Если ты не поедешь Папа Я никуда не поеду Ничего 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 Поедет как миленький Уж Перед Анжелиной Джоли Никто не может устоять Алло Петя Давай привезем Анжелину Что? Да конечно без Нафиг он нам нужен Короче Кузя Скоро мы разбогатеем Вот этот Величайший мост современности Придумал грандиозную аферу Я устроился охранником В зал игровых автоматов За шесть тысяч рублей в месяц Шесть штук Офигенная афера Блин Почему я до этого не додумался? Кузя Афера не в этом Схема такая Нужно проследить Какой аппарат Съедает больше всего денег А потом повесить на него табличку Аппарат не работает И все? Круто Не, не все Потом нужно взять деньги И этот накормленный аппарат Что? Не работает Башка у тебя не работает Нужно с него снять все деньги Вот в этом афера Блин, слушай Ты настоящий гений Кузенька Ну конечно гений Только есть одно Я сейчас на нуле У тебя есть деньги? Три с половиной тысячи Я на спортивный велик коплю Осталось всего 18 А что за ног? Забей А ты когда-нибудь играл В игровые аппараты? Не У нас в семье никто не играет С тех пор Как прадед в карты Дом проиграл Все понятно Почему ты вообще где живешь? Ну Аппарат это не карты Здесь думать не надо Добро пожал Дело, партнер Я не подведу Партнер А что надо делать? Я так хочу его Он такой сексуальный Мы просто созданы Друг для друга Орландо Блум? Лучше Телефон Это Ну Привет, Алла Вот это Тонкие сигареты Как я просила Вот это Кино Там В общем Вот Пойду ли я стою в кино? Нет Во-первых Я просила ментоловы А во-вторых Я подумаю Зайди позже Спасибо Так я это Что это? Пошел я А, сигареты с ментолом Не забудь принести Алла, это подло Нельзя так использовать человека Да ладно тебе, Тонька Это же Суслопаров Он еще должен радоваться Что его использует Такая красивая женщина Как я Он должен быть благодарен Что я позволяю ему Носить мне сигареты Алла, тебе вообще не стыдно? Он же с первого курса Каждый день их приносит А когда мы на выходные уезжаем Он их под дверь подсовывает О, да смотри Какой у нас дырный Тонька А это мысль Раз Суслопаров Покупает мне сигареты Значит Кто-то другой Может купить мне телефон Кто другого? Сегодня встречаюсь с Жориком Из платной группы Спорим, что я домой сегодня приду С новым телефоном С чего это? А я надену твое платье Ну, в котором ты наклоняться боишься Хотя нет, придется укоротить А ты что будешь у Жорика выпрашивать телефон? Почему выпрашивать? Я просто объясню ему сложившуюся ситуацию И все У меня гордость есть И тут подбегает мужик И ворвает его прямо из рук Выбегает Кого? Его? Телефон А что за мужик? Откуда я знаю такой В красном костюме Зеленой кепки Он с тобой-то ничего не сделал? Да нет Он только телефон забрал И я теперь совсем без телефона И никому позвонить не могу А у меня главное выходные Возможно, будут свободны Я так хотела их провести с тобой А теперь я даже не смогу Ты меня позвонит Вот Возьми мою трубку Хороший телефон Почти новый Ему всего полгода Да не надо, Жорик Бери-бери Прикольная модель И совсем не глючит А мне все равно родители обещали новое подарить Вот Такой у них попрошу Хорошая труба Ты не плачь Давай шампанского закажем А в моем твой новый телефон Я счастлив А у меня мама и папа Учителя музыки в Йеллоу Мама на фортепиано А папа на волторне Зарплата небольшая Но на жизнь хватает А у меня папа фельдшер У меня в детстве все игрушки из капельниц были Ну ничего Вот окончу универ Стану зарабатывать Поеду отдыхать куда-нибудь В Топ-Сэ В Топ-Сэ на ручше хорошо У меня у родителей есть фотка с обезьянкой Они туда в 90-м году отдыхать ездили Давайте еще чипсы возьмем Давайте Скинемся А у меня У меня вообще папа шахтер В Донецке У них там сейчас голодовка идет Тогда ты не скидывайся Саша А у тебя кто родители Расты на астрономический поступил? У меня Все как обычно Бассейн с шампанским кристаллом Бассейн с коньяком Лаи 13 Мадонна будет петь На русском Она уже начала готовиться Ну и Петя Листерман привезет Девочек они будут драться В яме с черной кровью Все стандартно А у меня Нет родителей Да Вы не переживайте Ничего страшного Ребят Я уже привык Что ж ты раньше-то молчал? Я ведь тоже сирота Сашка Нам просто надо вместе держаться Ты в каком детдоме был? Ну Давай, жаба Не подведи Сука Жаба 84 штуки Где мои деньги? Да будьте проклято И все в том этом мире И те, кто их придумал Иди за тот аппарат Я боюсь Давай сам Ты чего? Я охранник Тут везде камеры Мне нельзя играть Да ты-то че боишься? Ты посетитель Партнер Ставь купюру И нажми Макс Бет Че нажать? Теперь все зависит от тебя Счастливчик Гоша, че это? Я сломал аппарат? Я выиграл 32 штуки В смысле мы выбрали? Так просто? Блин Ты че делаешь? Снимай деньги и вали домой Сейчас, подожди Снимай деньги Я понял У меня просто счастливая рука Мне надо еще поиграть Ну дурак Ты этой рукой же Четыре косаря проиграл Ерунда Даст еще Эй, Бужик Дай сигарету Я делаю замечание Кутковский Не мешайте посетителям играть Это их личное дело Да, Гоша, это мое личное дело Да, Алка Умеешь ты мужиков разводить Вот жмот Еще на платно мучится Да Алаф Это Вот Ментоловые Кино Там Тогда С тобой в кино? А ты вообще другие какие-нибудь слова знаешь? Я бы пошла с тобой в кино Если бы ты принес бы мне нити Жалкие сигареты А вот этот телефон Понял я Я это А зачем тебе Три телефона? Что? Иди ты Казать куда? Куда? Суслопаров Не слушай ее Иди лучше домой Потом дед дом А потом вуз по направлению Хотел вовгик Но места были только на астрономическом А ты? Меня тоже по жизни помотало Сбежал из детдома Вагоны разгружал А меня два раза ловили А жил где? Да в самой дешевой квартире Квартир? Ну Как в квартире? В комнате В смысле В коробке из-под холодильника А зимой как? Холодно как Голодал Колбасу раз в месяц видел Колбасу? Я говорю видел Не ел Рядом с магазином жил Вот раз в месяц ходил смотреть А что у тебя с родителями случилось? Да Маму не помню А папа В командировке был Упал с корабля Голову об якорь Ударил и утонул Он у тебя моряк Ну типа того Да Тяжело тебе пришлось Еще хуже чем мне Слушай пойдем быстрее А то мы уже опаздываем Куда? Сюрприз Да не бойся ты Я раньше тоже никому не доверял Пойдем Здравствуйте Это Саша из нашей группы Ну я рассказывал вам про него Тоже сирота как и мы все Саша Сирота Гоша Ну все как-то само получилось А что ты меня не остановил? Лучше б твоих родителей Кто-нибудь 20 лет назад остановил Вот что теперь делать? Гоша Что теперь делать? Понимаешь Ты снова накормил аппарат Теперь нужно снова срывать банк У тебя есть еще деньги? У меня заначка 500 рублей надо? Надо Беги за заначкой Никогда не бери в партнеры Кузю Никогда Бесплатные учебники Талоны на еду И это еще не все Через месяц Вы все поедете в подмосковный пансионат Клязьма на выходные И сейчас сюда придет меценат Благодаря которому и стала возможна эта поездка Прошу вас Здравствуйте наш дорогой Сильвестр Андреевич Дорогие друзья Я безумно рад Что могу помочь тем Кто в этом нуждается Помочь всем чем могу А этот юноша что здесь делает? Он тоже сирота Он новенький Что же случилось с твоим Папой Мальчиком? Его папа Геройский погиб Он в шторм управлял кораблем Его смыла волна Он упал за борт И ударился головой Об якорь Бедный ты мой Да я тебя обниму Что ж ты делаешь Саша Родного отца Она тут свет отправила А ты папа не лезь в мою жизнь А ты Саша не лезь в мою смерть Ребята У меня для вас сюрприз Вы только не удивляйтесь Но вместо пансионата Клязьма Вы все поедете немножко в другое место На Сардинию Это какой-то другой санаторий? Нет это курорт в Италии Но там тоже хорошо Подождите Подождите Зачем Сардиния? Не надо Это провокация Не верьте ему На самом деле это мой папа Да Я твой папа И твой И твой Вы все для меня Родные дети Гоша привет У нас со своим нельзя Гоша ну пусти пожалуйста Не везет мне в любви Хоть в картах повезет Ну и ледь В автоматах Не 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 Сюда нельзя Иди вон в обезьян поиграй Гоша А там лягуша то Там прикольные Я тебе сказал Иди найди себе другой аппарат Иди найди других лягушат Рудковский Вы опять мешаете посетителям Еще замечание И будете платить штраф В размере зарплаты Все Там было не пятьсот А тысяча Ничего Гоша А что такое Джекпот Все Кузя Мы больше не партнеры НИКОГДА Блин Напекай вообще с Кузей связался У него же гены плохие Это из-за прадеда да Нет блин Я это из-за тебя Партнер кренов Ты мне тридцатку должен Понял Здравствуйте Сильвестер Андреевич А нет Больше Сильвестра Андреевича Умер Интересно Что ты мне подаришь На день рождения Винок? Папа Перестань Ты меня тоже подставил Мне теперь из-за тебя Придется ехать В Сардинию Ой-ой-ой Сиротинушка ты моя А ничего Что из-за тебя Мне придется везти туда Еще восемь Незнакомых мне человек А тебя никто не просил Мы бы отлично Съездили в Клязь Это ты им сейчас скажи Они еще будут писать сочинения Как я провел выходные Кстати будут писать Чтоб я пришел И проверил Там будут люди Которые не хотели бы Попасть в сочинения Ой папа Хватит уже Сам знаю Саша Саша Родного отца За что? Я сейчас чувствую себя Кузей Я ничего не понял Но надеюсь что кто-нибудь Что-нибудь мне объяснит Ого привет Я принес телефон На Сушла пара Спасибо тебе миленький Да я тебя за это Пойдем в кино А я не хочу в кино Я хочу поцелуй Настоящий По-взрослому С языком Ооо круто Давайте молодые Горько 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 Коша заткнись Что? Чтобы я тебя поцеловала? Да Да ты себя вообще в зеркало видела Собирай свой поганый телефон И не приноси мне больше сигарет Я же Я не понял А чё ты с Услопаров приходил? Ну вот Ну вот Этот хоть на столик не стыдно Выложить Чему и шлетки Это ты про Суслопарова? Кстати А как он целуется? Наверное круто У него прикус такой Неправильный Да не замолчи А интересно Куда ты его поцелуешь Когда он тебе машину подарит? Неужели? Таня Ола Нет Вот на прошлой неделе Супермодель Джессика Альба Вышла замуж за медиамагната Стива Мэйсона Свадьбу молодожены Решили сыграть без пафоса Просто сняли небольшой островок На Гавайях В качестве подарка Стив приподнёс Жизький автомобиль Феррари Полностью покрытый Стразами от Сваровски Я не могу это читать У меня настроение портится На целый день Я вообще как-то считаю У меня настроение портится Вот поэтому, Кузя У тебя всегда Отличное настроение А я всегда искренне радуюсь Когда кто-то встречает Свою любовь Это же так романтично Тоня, ты что не понимаешь? Вот время идёт А грудь более упругой Не становится Вот если было бы сейчас Как в средневековье Вы помнишь, когда мужчины Драли за прекрасных дам На турнирах Вот то же самое Только наоборот Чтобы женщины Драли за мужиков Я бы вышла Я бы этим моделям Ноги бы переломала За какого-нибудь Полутохленького Альгаршоночка Саша Прости, пожалуйста Я не хотела тебя обидеть Да нет Ничего, Алла Я тебя понимаю А вот я тебя, Саша, нет Потому что в твоей ситуации Заниматься астрономией То же самое, что в моей ситуации Заниматься Астрономом О, Алла Смотри Президент транснефтегаза Иван Звонарёв Развёлся с моделью Анной Крюковой Ну, слава богу Хоть один освободился Иван Звонарёв сказал Что больше никогда не женится На блондинке с большой грудью Потому что спать с ней Это то же самое Что спать с куклой Барби Вот козёл Знаешь, Алла Я так волнуюсь из-за этого доклада Танька, а чё ты паришься там? Знаешь, есть такой психологический приём Нужно заранее проиграть Ту ситуацию, которую ты боишься Ну, вот допустим Боишься ты секса с парнем Так ты заранее проведи его С кем-нибудь другим У меня так подруга Вика всегда делает И я так один раз тоже пробовала Алла А ты уверена, что привела правильно, например? Ну, Танька Ну, ты же поняла смысл-то Вот давай сейчас Проверь свой доклад на мне Серьёзно? Да Давай Класс Итак Тема моего доклада Ратификация негаторного векселя В практике басманова суда города Москвы Таньчка, из всего, что ты сказала Я поняла только три слова Суда, города и Москвы Как мы видим Последний этап Особенно интересен в своём развитии Привет, Тань Ой Я извиняюсь Тань У тебя нет тампона А то я У меня закончились А до аптеки я не добегу Ой, извини У меня там телескоп Ну, в смысле Туда попала вода Понимаешь? А там так просто не подберёшься Там дырочка маленькая Таня, а ты чё делаешь, а? А, ледоклад рассказывает А, видимо, интересный Да говори громче Она всё равно не слышит А Блин, я опять запуталась в этих графиках Они такие большие А я такая маленькая Я даже не знаю, как я буду по ним рассказывать Слушай, Тань А знаешь что? Давай я их отсканирую Мы качнём их в кумп А ты потом выведешь на проектор и всё Саша Саша Как я тебя благодарю Тань, дай мне тампон Вот Я не знаю, каким ты обычно пользуешься Да, мне не важно Ладно, побыстрее А, подождите-ка Таня дала Саше тампон Саша мужчина Может быть, значит, я ещё сплю Я пошёл Я всё сделаю Привет Привет Чё делаешь? Читаю Я подумал, что мы как-то мало общаемся Хотя, знаешь, Алла Живём в одном блоке А ты, между прочим, очень интересный человек Коша, я уже не на первом курсе Поэтому скажи прямо, чё тебе надо Ну, хорошо Алла, у меня в правкоме есть знакомые Там у них сейчас такая байда творится Все молодые семьи получают отдельную комнату и повышенную стипендию Понимаешь, если бы я был не Гоша, а молодая семья У меня была давно комната, а так хрен А я тут почёл Ну, вот смотри Ты меня презираешь Считаешь неудачником Я зарабатываю мало денег У нас с тобой нет секса Ну, мы типичная российская семья Нам осталось только расписаться Коша, ты думаешь, что я хочу жить с тобой в одной комнате? Да это будет фиктивная свадьба Мы распишемся Приносим справку из ЗАГСа И всё Ты получаешь стипендии А я приезжаю в отдельную комнату Ну, не волнуйся Если ты встретишь кого-нибудь из этих Я тут же подам тебе на развод И даже справку дам, что у нас с тобой секса не было И что я все эти годы был импотентом Сколько ты говоришь стипендия будет? Ну, я думаю, литра полтора духов в месяц Ну, хорошо, я подумаю Слушай, Аллочка, а зачем тебе думать? У тебя-то это маршинки на лбу появляются Значит, фиктивная свадьба, да? Да Хорошо, у меня есть одно условие Какое? Мы не обязаны хранить друг другу супружескую верну В этом ты можешь не сомневаться Ладно Спасибо Коша, убилите меня руки, пока я не передумаю Что тут происходит? Что тут происходит? А, представляешь Алка, оказывается, три года в меня уже влюблена Вот сейчас только признаешь Как три? Она же здесь всего второй год учится А, да? Ну, да! Да! А она из-за меня в универ поступила Три года назад приехала в Москву проституткой работать Потом со мной познакомилась Все, теперь пришлось в универ поступать За ум браться Да ты че? И че ты сейчас будешь делать? Ну, как честный человек, я на ней женюсь Как женишься? Ты же сказал, пока до тысячи не дойдешь, не женишься Ну, во-первых, раньше я был похотлива кобелина А во-вторых, я вчера дошел до тысячи Знаешь, когда доходят до тысячи, никакого мультика тебе не показывают Угу, да? Ну, я... Я все равно тебя поздравляю Ну, так я так рад Дай-ка сфоткаю Последний холостяцкий день моего лучшего друга О! Класс! Это че такое? Это смартфон Умный телефон Класс! Теперь будете вдвоем ходить Сильный и умный Где взял? Первое место на чемпионате универа по карате Да ты че, опять что ли нос кому-то в голову затолкал? Нет Он сам об мою голову ногу поломал Я по барабану Только блюю весь день Странное вообще Вы друг другу ноги об голову ломаете А вам, между прочим, дарят умные телефоны Сейчас фото покажу Так Значит, меню Мемористик Че за мемористик? Блин Че-то Че происходит? Ты куда сохранил моего лучшего друга? Как ты быстро все сделал? Да ладно, ерунда Я же раньше вообще хакером был Меня отец один раз попросил сайт генпрокуратуры взломать Чтобы его дело посмотреть И как? Ничего, нормально Теперь там и мое дело есть Ну вот, смотри Сейчас диск допишется И все, забирай Здорово Прикиньте Гоша и Алла женятся Кузя Тренируй блог Много ударов в голову пропускаешь Я вам реально говорю Она давно его любила Когда еще проституткой работала Он не знал А теперь узнал И женится Не веришь? Идеалки спроси Не верю Блин Это ж теперь подарок Надо на свадьбу покупать А давай стриптизершам твоих закажем Ты оплатишь верхнюю часть стриптиза А я нижнюю Смотри, что я выиграл О, круто А я знаю, этот телефон Тут достаточно простое меню Да? Слушай, мне диск с телками из плейбоя дали Ты можешь их в эту штуку закачать? Ну что, Кузя Как такие большие голые женщины Могут поместиться в эту маленькую коробочку? Да ладно, шучу Давай сюда Ну вот Значит, сейчас компьютер найдет телефон Определишь устройство А потом Нажмешь вот сюда И перекинешь из этой папки В телефон Ну все, давай А я пойду за тампонами в аптеку схожу Походу, у меня все-таки сотрясение За что? За проститутку Где диск? В компьютере Давай сюда Зачем? Затем, Кузя Что я, в отличие от некоторых, стараюсь учиться Чему? Дурдом какой-то Ну что? Телки уже в тебе, или ты еще не успел? Ты учти Я твой хозяин А не ты мой Вика, аккуратней Ой, я так волнуюсь Блин, Алка Ах, ты такая невинная Боже, а ведь не ест усадебное платье до свадьбы Плохая примета Ты вернись Так, ты чего платье-то на пельво? Нравится? Красиво, жаль, только в метро испачкается Где? Ну, когда в ЗАГС поедем А мы не на метро, мы на лимузине поедем Ну-ка, ну-ка, на каком таком лимузине? Ой, на длинном, розовом Так, чтобы гостям было что вспомнить А каким таким гостям? А ты не переживай ЗАГС они с нами не поедут И нас уже будут в ресторане ждать Это что, развод? Нет, Гоша, это свадьба Да? Да, а мы какие шиши? Ну, твои, естественно Жених за все платит Я уже все вещи не заказала Осталось только оплатить А вот букет невесты Вика купит Так, ты что, гонишь? У меня нет таких денег Значит так, ну-ка, все отменяй Платье сдавай в этот ваш салон Женских визгов Почему? Да потому Я на этом браке хотел заработать А не разориться Ой, ребята, вы такие милые Да, Крошка Не можешь забыть меня Да, я такой Ничего с этим не поделаешь Алло Колян Да, да так, ничем А ты чем? Тоже ничем Ну ладно, давай Не буду тебя отвлекать Я тебе перезвоню А это ты мне звонил? Ну тогда ты мне перезвони Привет, Кузь Танька не заходила? Да залетели с алкой Одна по башне съездила Вторая диск забрала Я даже блок не успел поставить Хотя мог поймать ее На противоходе Подожди, Кузь Какой диск? Да этот с телками Сказал, что будет по нему учиться Хотя Чего там учиться? Раздевайся до стой Да ну что? Ну минут 15 назад Блин, ничего успеет дать А что за ней бегать? Можно же позвонить Так Таня Блин Опять ухо сфоткал Как же с тебя звонить? Уважаемая аудитория Сегодня мне хотелось бы поднять некоторые вопросы Которые, я уверена, волнуют многих Внимание на слайды До меня Этой темой занимался только мой научный руководитель Профессор Проскурнин И многие уникальные материалы Взяты из его личного архива Конечно, многим может показаться, что тема не нова Но в своем докладе я попытаюсь представить ее В необычном ракурсе Практика Басманова суда города Москвы Показывает 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 Да что же она показывает? О, господи Алла, ну хватит плакать Ну, прости, но я не знал, что свадьба для тебя это так важно Очень важно Я даже когда была маленькая Я одевала мамина свадебное платье Брала папин пиджак за рукав и бегала по квартире И даже шрам остался Ну, у тебя же в жизни будет много еще свадеб Лимузинов, платьев, колец Боже, мы не можем отменить нашу свадьбу Меня родители убьют Тебя, кстати, тоже Что? Ну, да, я не выдержала Сказала маме, и она обзвонила себе своих родственников И завтра они будут уже здесь Мне плевать Пусть они все соберутся, я к ним выйду Сниму штаны Развернусь спиной Нагнусь и скажу Ну что, вот видите? Свадьба отменяется Они купят билеты и полетят обратно домой, поняла? Миша мой выстроит тебя из пистолета А какой еще дядя Миша? Мой дядя Миша Между прочим, очень богатый человек У него своя нефтяная вышка Боже, как же я раньше-то не подумала Да мы одними подарками всю нашу свадьбу отобьем Ты вообще знаешь, какие у меня родственники? Нет, я пока только знаю про дядю Мишу Но дядя Миша, это вообще пипец Мне когда исполнился Гузик, он мне белый рояль подарил А рояль-то зачем? Ну, а дядя Миша все любит с размахом Тем более, я его любимая племянница Боже, это отличный бизнес, понимаешь? Ты хотя бы оплатил ресторану подарки и поделим пором, ну а? Может он нам квартиру в Москве подарит Или машину Ладно Я согласен Только подарки первые буду выбирать я Мне эти сервизы соскать такими нахрен не нужны Идет Идет Ребята Я похожа на невинную дочку Пал Ты похожа на училку Из немецкого порнофильма Кузя Так Огурцы нужно обратно в банку А то папа любит из банки Саша, хлеба надо побольше А то папа начнет нервничать А что ты нас пугаешь? Это же твой папа, а не наш Саша Если моему папе что-то не понравится То пострадают от этого все И я, и ты И стол, и окно И снова ты Ребят, ну кто пепельницу сюда поставил, а? Немедленно уберите Ну ты одна в луке куришь Ты убирай Классный рингтон Обезьяны поели орехов Че вы носите все? А ну, давайте вас всех сфоткаем Ну, скажите Титки Пусть отвали, а? Блин, что-то опять не сфоткалась Пусть отвали, а? Пусть отвали, а? Пусть отвали, а? Охренеть Тут еще и диктофон есть Опа Ну че вы вылупились, что-то? Жениха, что ли, первый раз видите? Ну откуда у тебя костюмы? Я специально купил, чтобы К дерстницам на свидание ходить Они же все первые мужчины Им не такие представляют Вот, сволочь, ну откуда ты все знаешь? Алла, вот я колбасу Толстыми кусками порезал Как твой папа любит Саша, а папа любит, когда потолще Че встал? Иди, склеивай А что, Саша опять вызвался помочь и облажался? Слушай, так, ну Все же хорошо закончилось То, что препод забрал диск с кузиными тетками Еще не значит, что он поставит мне пятерку Если он настоящий мужик, то поставит Тук-тук Папочка Здорово, Гош Зови меня папа Юра Ну, лови Ничего, ничего Мне на соревнованиях не так прилетало Ну, смотри, мать Какого наша королевича себе богатыря урвала Папуля, это не Гоша, это Кузя А Гоша, это вот Здрасте Понятно А я-то дурак обрадовался Вот так взять Не дать, не взять Алка Это Накрывай на стол Давай, давай Делай бабью работу Что, что, компотом уши моешь? На стол поляну накрывай, курица И стакан воды мне принеси Что ты сказал? Ты что, не слышала? Твой муж воды прутся Ну-ка, быстро, не дула с табачиком А ты ничего, а? С виду-то дрыща, а? А внутри-то мужик Поздно Расхотел уже А что ты ходишь, как бомж, а? Ну-ка, иди переоденься Тут тоже перед родителями меня позорит Он наденет, ну, то, что я тебе подарил Розовое Вот так я ее держу Мамаша А что мы там встали без дела, а? Ну-ка, окурчика порежьте Ну, ты палку-то не перегибай А? Давай-ка лучше рассказывай Кто из твоих будет? Никого Сиротая батя Один в этой тухлой жизни барахтов Ну, все, кончилась Твоя сиротская жизнь Теперь у тебя большая семья Дядя Миша Чартер для родственников пригнал Из них Из них тебе юганское Завтра тут такое будет Простите, а чартер зачем? Что все подарки влезли А вот у тебя, где Миша, когда выпьет Он просит порулить А науше ты влезет ему не дает Ну вот, совсем другое дело Хороша Хороша девка Слушай, сына А скажи по-честному У вас уже было, а? Папа! Ну что? Еще как было Ой Кот как пахтим По три раза на дню Только вот перед вашим приездом Ну что ты ко мне пристаешь? Ну не видишь, я с отцом разговариваю Ненасытная Ну Наша порода Да, мать? Да можно говорить? Да Ну налейте нам сына Да Алло Ну да У нас уже все готово Вы ка... Что? Когда? Дядя Миша умер В сауне сердце остановилось Пока проститутки скорую вызывали В смысле батюшки Не успел Всего 83 года было мужиком Все родственники туда полетели Собирайся, мать Поедем и мы Ну что ж, свадьбу Другой раз сыгаем Хорошие руки тебе оставляют доча Венег Не предлагаю, вот знаю Обидишься Да, обижусь Вот, вот ведь как бы Эх, дядя Миша, дядя Миша Тонко Вы колбасу режете Пойдем Ну что, успел отменить? За лимузин успел А за ресторан 8 косарей вышли Прикинь Вот Из лимузина спер Слушай, Эл А что ты в свадебном платье ходишь? А у нас же Гоша за 4 дня заплатил Почему бы не побыть невестой на халяву, да? Сам виноват Ну да Теперь ни комнаты Ни подарков Почему нет подарков? У меня есть Вот, держи Кусь, ну ты чего? Да ладно Забирай Я у него все равно Ни хрена не понимаю А ты Разберешься Спасибо, друг Отличный смартфон Да, ты что так радуешься? Как чего? Мы же договорились, что все подарки пополам Эээ, ты Все, Гоша, готово Можешь идти сдавать Господи Почему я тебя раньше не встретил? Год назад До Академы Юлечка, ты даже не представляешь Как я тебе благодарен Да уж представляю Сейчас будешь бегать по универу И рад, что Толстая из 305 Тебе курсач за Рафаэлла сделала Думаешь, я не знаю, как вы меня называете? Да перестань Ты что? Ты меня просто спасла Серьезно Я тебе очень благодарен Юлечка Ну что мне для тебя сделать? Да ладно, Гоша Ничего не надо Забудь Нет, говори Я твой должник Я не верю, что тебе ничего не надо Так не бывает Ну я не знаю Ну говори, говори Для тебя все, что угодно Гоша Ну Ну если ты так настаиваешь Тогда Переспи со мной Что? Подари мне ночь любви, Гоша Юля, я думаю Мне надо подумать Гошан, прикинь У меня скоро зачет по-английскому А я сам уже почти весь префект позинт выучил Кузя Презинк перфект Запомни название Тебя ни о чем спрашивать не будет А ты что такой загруженный? Да прикинь Я этой Юлии, ну которая мне курсач написала Ну пообещал, что выполнил любое ее желание Она попросила, чтоб я с ней переспал Какая Юля? Хрипунова? Юля-хрюля что ли? Ну да, да Которая за Рафаэла рефераты пишет Погоди, как там было? А Юля-хрюля Мясо слопала кастрюлю Кузя, ну хорош Так ты что с ней? Того? Ты что дурак? Я что самоубийца? Неправильно А че тогда лежишь такой Подавленный Как будто она тебя Подавила Да просто жалко ее как-то Она так мне помогла Да ничего не жалко А прикинь, она после секса Проголодается И сожрет тебя Вместо Рафаэла Она Она Высоу Вместо Рафаэлла Когда я Вместо Рафаэлла Я Вместо Рафаэлла Какой Вы? Угги 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 Чё? Чё ты говоришь? Давайте встретимся завтра. С кем с тобой, что ли? Ага, щас. Девушка, это я вам перевожу. Этот англичанин приглашает вас завтра встретиться с ним в ресторане. А-а-а! Окей, окей! Скажи ему, что окей. Окей. А вы завтра будете работать? Пипец! Слышали, как долбят? Я пока мылся в ванной, боялся, что кафель отвалится. Кузя вчера тоже так долбанул, правда не в ванной. Я вообще подумал, что нас сносят. Да хорош. А я к этой стройке привык. Я её вообще не замечаю. Блин, ты сейчас сказал, я стал её замечать. Блин! А я из-за этого шума уже два дня не сплю. Что? Всё? Нежные рублёвские ушки не выдержали шума пролетариата. Води громче мотор Феррари ничего и не слышал. Слушайте, а почему мы должны это терпеть? Ведь это же незаконно строить ночью. Надо устроить забастовку. Ага. А после этой забастовки мы дружно в армию, а ты куда-нибудь в Германию ушки залечивать. А с чего это ты так решил, а? Да потому что ты Сергеев, а не Пупкин. Ты сын олигарха, а мы никто. Просто у тебя слабая гражданская позиция. Вот когда я учился в Англии, мы вышли толпой студентов, привязали себя шарфами к деревьям и не дали вырубить парк. Здесь тебе не Англия, здесь такое не прокатит. Да-да, не прокатит. У меня недавно подобный случай был. Я тоже в парке возле дерева встал, вышел сторож и не дал мне сходить в туалет. И вообще мне эта стройка даже нравится. Она мне в сексуальной жизни неплохой ритм задает. Ладно, пойду схожу. Ты куда? К хрюлю? На жирокомбинат? Ну, нельзя же всю жизнь только с красивыми. Надо и благотворительностью заниматься. Смотри, чтоб она тебе позвоночник не сломала. Охренеть! Хорошо-то как! О, дружище, ты жив? Слава Богу! Ай! Ай! Блин, Кузя! Это просто капец! Это что она творит? Она сумасшедшая! Кто? Хрюля? Я серьёзно! Она просто магистр наслаждения! Профессор страсти! Декан разврата! Чё, извращенец? Она же в дверь еле пролазит! А в постели она совсем другая! Вот это, вот это всё вокруг неё, это обман, мираж! Блин, я как от неё ушёл, остановиться не могу! Всё время о ней думаю! Не могу, отмерься! Да ты, это, переключись! Ну, на кого-нибудь, кто меньше ста килограмм! Да-да-да! Есть у меня одна светочка, я за ней уже два месяца ухлёстываю! Красивая! А главное, худенькая девочка! Я к ней сегодня пойду и забуду про Хрюлю! Хрюля! He's a big! It is no good! I am a power! О! Да я смотрю, ты тоже всю ночь не спал! Селестра Андреевич, у нас проблемы! Что, как обычно, река в Сибири по вертикали четыре буквы? Да нет! Мне доложили, что на вашей стройке активист какой-то, примотался ошарфом к крану, бастовал и мешал рабочим! У меня на стройке? Что ему надо? Кто такой? Кричал, что шум невозможный! Документов нет! Говорит, что Пупкин! Борзый, говорят! Права качал! Про законы говорил! Ну, так засуньте его в обезьянник! Суток на пятнадцать, раз законы любит! Тот же мне, Пупкин! Разберитесь и побыстрее! Понял, Селестра Андреевич! Ты мне в тот раз тоже говорил понял! Когда я просил одному должнику глаз на задницу натянуть! А мне потом пришлось лучшему офтальмологу России звонить! Работайте! Саша, ну возьми трубку! Надо его к лору сводить не слышит ни хрена! Элечка! Зайчик! Значит так! Закрой контакт, выйди из одноклассников и слушай мне внимательно! Срочно найди мне Сашку! У него что-то телефон не отвечает! Танечка! А что ты делаешь сегодня вечером? Надо доклад по криминалистике написать к семинару, попробовать подготовиться и адвокатуру пролистать! Слава Богу, а я боялась! Вдруг у тебя дела! Танька, выручай! Пойдем со мной в ресторан в качестве переводчика! Ты же хорошо английский знаешь! Ну да, знаю! Я же по ресторанам не хожу! Ну Тань, ну выручай! Короче, один англичанин, Джеймс, походу какой-то банкир! Так вот, он позвал меня в ресторан! А я английский вообще не знаю! Ну и что? Ты и турецкий тогда тоже не знала! Так мы тогда особо и не разговаривали! Танюша, ну серьезно! Ну пошли со мной! Ну помоги мне! Зачем я-то там нужна? Давай тебе здесь на листочке напишу, как будет по-английски серьги, шубы и духи! Тань, да я двух ствол связать не смогу! Скажи ему, типа он мне нравится и все такое, а дальше я уже без тебя справлюсь! А? Ладно! Только ненадолго! Максимум двадцать минут! Танечка, спасибо тебе большое! А если все пойдет по плану, то мы с Джеймсом еще раньше тебя уйдем! Фамилия, имя, место работы? Пупкин! Революционер! Пошути мне еще! Где живешь? В России, матушке! Слышь, шутник, ты чего добиваешься? Дайте мне позвонить! Я имею право на телефонный звонок! Может тебе еще помощь зала? Товарищ милиционер! Мы живем в правовом государстве! А вы являетесь инструментом власти! Который призван защищать права граждан! Да ладно! Да, да! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло! Привет, это Саша! Я в тюрьме! А, ясно! То есть ты сегодня не при... Подожди, как в тюрьме? За что? Я устроил забастовку против стройки возле нашего общежития И попал в тюрьму! Ты папе звонил? Он не должен этого знать! Поэтому я тебе и позвонил! Я поняла! Сашка, ты не переживай! Я знаю, что делать! Я же юрист! Я тебя вытащу, слышишь? Алло! Алло, Саша! Саняша, посмотри, нигде не просвечивает? Нет! Блин! Ну ничего, Джеймсу так понравится! А ты в чем пойдешь? Я не пойду! Сашка попал в милицию! Ему срочно нужна моя помощь! Так, надо быстро звонить в комитет по правам человека! Оформить жалобу в прокуратуру! Оставить заявку в коллегии адвокатов! В общем, нельзя терять ни минуты! Пипец, а ресторан! Самой, что ли, английский учить? Нет, не успею! Гош, а тебе правда было хорошо? Да, просто супер! Это был самый лучший секс в моей жизни! Круто! Ну а почему ты тогда такой грустный? Да я всегда такой, когда мне очень хорошо! Ладно, пойду пройдусь! Куда? Зачем? Ну мне, когда очень хорошо, мне пройтись надо! Обязательно надо пройтись! Гоша, привет! Привет, Юлечка! Я это... Можно я расплачусь за курсовую, если ты не против? Гоша, погоди, ты же вчера расплатился! А я сегодня пятерку за курсовую получил! Поэтому еще раз хотел бы тебя отблагодарить! Если возможно! Охренеть! Мисс Апрель, мисс Апрель, с нами едет Куршавель! Пойдите! Сильвестер Андреевич! Активист этот никак не уймется! Так может, ты его еще раз ночью на кладбище свозить? Да нет, я не пропугался! Купкин этот, ну, со стройки, юристов каких-то привлек, коллеги адвокатов, жалобу мэрию накатал! Короче... Зачем ты мне все это рассказываешь? Что в первый раз, что ли? Звони ментам! Пусть они этого активиста угомонят! Я что, зря им в дежурку PlayStation поставил? Ну, я так посоветоваться хотел! Мне не ваше узнать! И давно ты соцопросами увлекся? Я ж тобой не советовался, когда завод сам себе продавал! Разберись! А то скоро не меня, а кукурузу охранять будешь! Эля, извини, что разбудил! Ты Сашку нашла? Сильвестр Андреевич, я звонила ему, и у него телефон вне зоны действия! Да у вас у всех мозг вне зоны действия! Блин, ну как так? Ну, не бывает так хорошо! Зачем я только согласился переспать с этой Юлей? Хрюлей! Ну, называй ее так! На секунду не могу отвлечься! Думаю только о ней и все! У меня тоже такое было! Мне как-то тренер сказал, что я с Валерой буду биться! А он 115 килограмм! Так я всю неделю только про этого бегемота и думал! С кем пойти? С Викой? Нет! Вика красивая! Еще будет все по-своему переводить и уведет англичанина! Ладно, я что-нибудь придумаю пока! Так... О! Кузя! Я, конечно, понимаю, что вряд ли, но у тебя кто-нибудь из друзей знает английский? Да, я знаю! А кто-нибудь еще есть? Алка, че ты? Я реально весь Present Perfect выучил сам! Че, реально? Кузя, миленький, выручай! У меня свидание в ресторане с англичанином! А ты, типа, будешь переводчиком? Очень надо, пожалуйста! Круто! Я буду переводчиком! Угу! Прикольно! Да и практика перед зачетом не помешает! Давай быстрее! Юля, Юля, Юлечка! Блин, че делать? Жениться? Да ну нафиг, как я с ней жить-то буду? Хорошо буду жить! Вечный кайф! Блин, с ней же не выйти никуда! Все ржать будут! Ну и пусть ржут! А мы ночью гулять будем! Или на машине ездить! Тонированные! Не-е-е! Ночью мы не гулять будем! И утром тоже! И вечером! Да можно вообще не ходить никуда! Пусть дома сидит! Нет, лежит! Саша, в общем жалобу в прокуратуру я уже оформила! Но они ее не рассматривают! В мэрии обещали разобраться! Но только на следующей неделе! Зато я достала телефон депутата Мосгордумы от нашего района! Но он сейчас на ГОА! Но ты не волнуйся! Ты тут ненадолго! Максимум на две недели! Саша, ну что ты молчишь? У тебя все хорошо! Я тебе пирожков принесла! Да, Тань, все в порядке! Саша, ты весь избитый! Что случилось? Ты упал? Протоколе написано, что я ударил головой милиционера в кулак! Что? Да это же беспредел! Вы же могли его инвалидом сделать! Открывайте камеру и немедленно выпустите Сашу! Я его адвокат! И что? Как что? Так, все! С меня хватит! Я звоню твоему папе! Не надо, Таня! Слышишь, не звони! Я сам выберусь! Ага, лет через пять! Алло, Сильвестр Андреевич, это Таня! Таня! Вот это тебе! Так... А это что за гусар? А это Гоша! Я ему курсовую сделала, а он мне вот в благодарность цветы и шампанское принес! Кстати, познакомься, это Женя! Женечка, я сейчас! Погоди! Какую Женя? Ты что, меня бросила? Гоша, послушай, Женя мой парень! И он уезжал в командировку! А как же я? Ну, а если бы не ты, то у меня бы до дня не было секса! Ты что, меня просто использовала? Ну, ты же с курсовой меня тоже использовала! СМЕХ 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 Меня обманули! Мною воспользовались! Я вещь! СМЕХ 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 Алла? Ты его знаешь? Он ваш м� now? Или я покажу? Что ты сказал? Да. О себе рассказывает, откуда он, что да как. Теперь что говорит? Ну, переведи. Про детство рассказывает. Ничего интересного. Странный он какой-то. Скажи ему, что он мне нравится. Переведи, давай, давай, давай. Ну? Good morning. Who is absent? Come to the blackboard. Are you crazy? Are you making fun of me? Are you a hooker? Are you his pimp? Yeah. Look, I think I'd better go now. I hope you choke on it. Окей. Куда это он? В туалет. Сейчас вернется. Почему с портфелем? Не знаю. Может, у него бумага там. Он же иностранец. Может, брезгует. Точно в туалет? А кричал, почему? Ну, жаловался. Говорит, креветки тухлые. Вот его и скрутило. Кто посмел? Что за тварь я-то сделала, а? Ты? Чё ж рады хлопаешь? Я спрашиваю, кто посмел? Изверги! Говори, а то язык вырву. Всю жизнь на бумажке писать будешь. Можно здесь не кричать? Молчи! Чё сидишь? Король обезьянника. Калитку открывай, а то кокарду разогну. Не могу. У меня приказ сверху. Сверху? Я сейчас твоему верху весниц оторву. Открывай калитку, я говорю. Не имею права. И вообще, я при исполнении. При исполнении? Ты у меня сейчас так исполнять будешь. Так, папаша, ты палку-то не перегибай. Папаша? Да твой папаша с друзьями во враге лошадь доедает. Сыночек мой бедный, натерпелся, да? Саша, скажи, кто эти звери. Скажи, кто виноват, и он покойник. Да, пап, понимаешь, у нас рядом с общагой какие-то уроды круглосуточную стройку затеяли. А я забастовки устрою. Так ты и есть тот придурок, который мне стройку срывает? Так это твоя стройка? Твоя, моя, наша! Что, громко, да? Все, все, все. Просит прощения. Если чего, Гена придет, я тебя наизнанку выверну. Саша. А я все равно рад. Я своего добился. Чему ты рад? Что всей твоей семье морду набили? Нет, Сильвестер Андреевич. Саша радуется, что спор у меня выиграл. Слэш Траус, объясни мне, почему спорите вы, а проигрываю всегда я. Причем крупные суммы. Из-за вас у меня теперь стройка, как библиотека. С девяти до семи. It's unbelievable. Ну что сказал, качок? Кузян, я тебе запретила при мне говорить по-английски. Окей. То есть ладно, Аллочка. Нет, не то. Не то. Кошта, ну ты морешь. А вот про Таньку. Лучше чмокнуть зад макаки, чем учиться на юрфаке. Макаки. А про Аллку хочешь? Только попробуй. Лучше скушать в Тичикаке, чем учиться на психфаке. Сейчас умру со смеха. Тань, пойдем, а? Гоша, я сейчас сдохну в Тичикаке. А про себя слышал? Лучше лечь под кучу шлака, чем под парня из филфака. Че, не смешно? Гоша, я, кажется, писался. Да, мам, хорошо. Конечно, дождусь. Блин, мне только что родители позвонили. Через час они будут здесь. Это катастрофа. Пипец, опять гостиницы. В этот раз сама потащишь на помойку варенье из помидоров и свиные ноги. Алла, да я не из-за этого переживаю. Я им случайно ляпнула про Сашу. И теперь они хотят познакомиться. Ну и где здесь проблема? Мама, это Саша. У его папы два с половиной миллиарда. Все обнимаются и в ниц. Да при чем здесь деньги, Алла? Если они его увидят, будет катастрофа. Ты вспомнишь, что было, когда я с ним Илью познакомила? Папа, мама, это Илья. Илья, это мои родители. Галина Ивановна и Николай Евгеньевич. Таня, нам надо поговорить. Илья, подожди, пожалуйста, в коридоре. Таня, что это такое? Мы же договаривались, что ты найдешь себе высокого парня. Что это за гном? Коля, молчи, ты же знаешь, тебе нельзя волноваться. Мам, ну какая разница? Большая. Коля, я тебя прошу, у тебя же коронары. Большая разница, Таня. Твой прадедушка был метр пятьдесят восемь. Твой дедушка метр пятьдесят семь. Мы с папой вообще метр пятьдесят пять. Ты что, не понимаешь? Мы исчезаем. Мама! Что, мама? Мы так вымрем скоро. Мам, ему всего шестнадцать, он еще вырастет. Таня, мы не можем рисковать. А что ты смеешься? Ладно, мама с папой. Если его увидит дедушка, это вообще конец. Да, а по-моему, два с половиной миллиарда очень неплохая прибавка к пенсии. Алла! У него это самая больная тема. Он в свое время работал сторожем в детском саду. Так однажды его родители вместо ребенка по ошибке домой забрали. Я тебя отомщу. Кузя, ну что ты заладил? Отомщу, отомщу. Я что, виноват, если ты таким слабеньким на стежке оказался? Я тебя просил не смешить меня. Просил, чтобы ты остановился. Кузя, ну что ты ведешь себя как маленький? Причем во всех смыслах этого слова. Че? Шучу, шучу. Главное, что никто этого не видел. Ну ты же все равно всем расскажешь. Ну это да. Че? Шучу, шучу. Ах, ну так. Я тебе отомщу. Как? Наденешь мои джинсы и посмотришь Камеди Клаб? Нет. Я тебя рассмешу. И ты тоже. Что тоже? Ты тоже. Сплакнул брюшки? Да. Только не смей так говорить. Успокойся, дружище. Смешнее, чем сейчас, мне уже не будет. Да ну пойди к Саше, расскажи ему все как есть. Вместе что-нибудь придумайте. Ага. Саша, ты бы не мог куда-нибудь исчезнуть до вечера, потому что ты низкорослый гном. Алка, а ты можешь его как-нибудь задержать? Ага, как? У меня свидание в три часа. Сынов главного архитектора Капотни. Ал, а может ты Сашку с собой возьмешь? Таня, ты с ума сошла? Ты, наверное, не в курсе, но на такие мероприятия с друзьями не ходят. Почему бы и нет? Таня. Да он тихонечко, ты же его знаешь. Даже не думай. Ладно. Ну хотя бы до трех ты его можешь занять, а родители за это время уже уедут. Ладно. Но только до трех. Потому что сын главного архитектора Капотни не из тех людей, которые ждут девушку больше пяти минут. Он прыгнет в свой бордовый Porsche Cayenne Turbo JTS с бежевым салоном и уедет, разогнавшись до ста километров в час за пять и восемь десятых секунд. Аллочка, ты такая добрая. Ну наконец-то, а то я вас уже заждалась. Привет, мам. Привет, пап. А у нас для тебя сюрприз. Деда! Привет, внучка. Баба! Привет, внучка. Ну, теперь все архипы в сборе. Ну, давайте по-нашему. Три, четыре. Так, Тань, тут восемь банок помидорного варенья нашего архиповского. И свиные ножки вам на холодец. Спасибо, мам. Коль, ну куда ты с хондрозом? Опять потом не разогнешься. Ну, он высокий. Кто? Парень твой высокий. Высокий. Тогда зови. А его нет. Он на тренировку ушел. По баскетболу. По баскетболу? Да, по баскетболу. И будет только вечером. Поздно вечером. Даже ночью, наверное. Оля, ты слышал? По баскетболу. Я тебя не понимаю. Сначала ты двадцать минут заказываешь мохито, потом десять минут молчишь, а теперь спрашиваешь меня, где в Москве можно сделать татуировку? Ладно. Саш, мне нужно с тобой серьезно и долго поговорить. Мы можем прекрасно поговорить вечером у нас дома. Сегодня выходной и я хочу побыть с Таней. Саш, мне нужна твоя помощь. Мне меня бросил парень. Да у тебя этих парней... Извини. Я в том смысле, что для тебя это не проблема. Прости. Мне надо идти к Тане. Саши беременна. Что? Беременна. А медведь говорит, а если кто будет мухлевать, то получит по наглой рыжей морде. Кузя, этот анекдот старше тебя. Над ним еще моя мама не смеялась. Танцует как-то поручик Ржевский с Наташей Ростовой. Наташа говорит, поручик, зачем вы так мнете мою грудь? А он ей отвечает, да, а я думал, это спина. Шел как-то Штирлиц по лесу и увидел голубые ели, а когда подошел поближе, оказалось, что голубые не только ели, но и пили. Ага, голубые, в смысле голубые. Хотя нет, вот, вот такое где-то. Вот такое. Ты смотри. Ой, как Киркора. Выше, Мальчик, выше. Он даже лампочки без стремянки вкручивает и комаров на потолке не подпрыгивая убивает. Но симпатичный хоть, а? Какая разница? Сразу бидно хороший человек. Очень, очень хороший. Жалко, что вы его не застанете. Ой, у вас же электричка через сорок минут. А может, мы ради такого случая на ночь останемся? Больно уж посмотреть на него интересно. Конечно, за. Сейчас едем к Литвиновым. Уж на ночь то они нас примут. Конечно, да куда они делают? Ну, как миленькие. А вечером заглянем. Так, все, поехали быстрее. Танюш, до вечера. До вечера. А он знает, что у тебя будет ребенок? Нет, я сама только сегодня узнала. Так может, ему позвонить? Вы встретьтесь, ты все ему расскажешь. Нет, у него мобильного нет. И он женат. У него двое, трое детей. Уже три часа? Ну, наконец-то. Ладно, Санька, спасибо, что выслушал, я пойду. Ты что? Я тебя одну в таком состоянии никуда не отпущу. А, все в порядке. Я выговорилась, мне гораздо легче. Я пошла, мне надо к врачу, к гинекологу. Давай, я пойду с тобой. Мало ли, что он скажет. Я буду рядом, если что. Да не надо со мной никуда ходить. Аллочка, не нервничай. Тебе нельзя сейчас волноваться. Я не волнусь, мне идти надо. Не кричать, тем более. Сядь, 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 успокойся. Ты что? С ума сошло? Яла, яла каратистка! Яла каратистка! Хочешь меня? Хочешь? Да смешно, смешно же! Кузя, сейчас я тебя на телефон сфотографирую и покажу твоим друзьям-каратистам. Вот это будет смешно. Что, реально не смешно? Реально. Кузя, дружище, ты что, правда хочешь, чтобы я тоже от смеха описался? Это принципиально. И ты от меня не отстанешь, да? Да. Ладно, пошли. Куда? Есть идея. Ты же не будешь против, если я тебе помогу. Значит так, сейчас я зайду в туалет, а ты по команде начнешь читать, понял? Кузя, ты готов? Кузя! Готов! Я тоже. Давай читать. Едет грузин в купе. Внизу разговаривают две блондинки. Одна говорит, мне очень нравятся военные, а вторая отвечает, а мне больше нравятся индейцы. Грузин слезает с верхней полки и говорит, разрешите представиться, майор Джин Гачгук. Кузя, все? Это конец? Да! Кузя, ты рассказал анекдот? Я описался. вот видишь, ты добился своего. Теперь мы в расчете. Круто! все будет хорошо. В пятером будем откладывать от стипендий. Мы с Гошей и Кузей устроимся на работу. Да бог с ним, в крайнем случае у папы попросил. Саша! Хотя да, у папы не надо. Сами ребенка поднимем. Саша! Может усыновить? Точно. Давай я его усыновлю и нам, как молодой семье, дадут отдельную комнату в общежитии. Вы будете там вдвоем жить. Саша! А что? Таня меня поймет. Саша! Стоп! Ты ничего не понимаешь? Послушай. Нет у меня никакой беременности. Я это все придумала, чтобы ты со мной здесь сидел, а не вообще не с Таней. Она сама меня попросила. Вот таким я должен быть, да? А может мне на стол залезть? Саша, ну прости. Что я могу с этим сделать? Съесть вагон морковки? А может мне еще ходули купить? Или нет? Лучше начать с тарзанки прыгать. Говорят, это вытягивает. Саша, ну хватит. Это важно только для моих родителей. Я вообще в детстве по два часа в день на турнике висела. У них бзик на этом. Да? И что же нам с этим делать теперь? О! Придумал! Вот еще что можно. Вот. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебе? Что? Что-то диван коротковат стал. Надо новый покупать. Дорогая, почеши мне ногу, а то я сам не дотянусь. Папа, ну хватит уже. Ну что он его тащит, как торт? Это же сюрприз. Там Саша. Да. Ну давай знакомь. Это Саша. А он еще выше, чем я думал. Бабу, не трогай. Саша на тренировке повредил... Связки. Да, связки повредил, и ему вставать запретили. Запретили вставать. Чай. Пойдемте пить чай. А я смотрю, до конца матча две секунды остается. И я отталкиваюсь почти от середины. И сверху в кольцо. В два очка выиграли. Сверху в кольцо. Ты, наверное, в детстве по два часа на турнике висел. Ну, два мало. Я по четыре висел. Вот. Я же говорила, по четыре надо было. О, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Ивановна. Здравствуйте, ребята. А я думаю, что мне всю ночь помидорное варенье снилось? Вы как, по делам или просто? Да вот, на Сашу приехали посмотреть, познакомиться. Приехали посмотреть на нашего малыша. А ты все шутишь, Гоша. Ничего себе малыш. Слева таких малышей. Богатырь. Слышь, богатырь, тебя кто так растянул? Вот ты, Сань, морешь, а? Саня удлинился. Гоша, Гоша, успокой, Кузя. Я потом все объясню. Кузя, иди к себе в комнату. Вот тебе и баскетболист. Мам, я хотела сказать, но подумала... Да ладно, Тань. Понятно все. Видно, судьба у нас у Архиповых. Такая. Выберем скоро. Коль. Я смотрю, голова маленькая, а тело просто непропорционально. Папа. Галина Ивановна, мы с Таней. Верю, Саша, верю. Я, если честно, Колю родителям тоже три года не показывала. Три года? Ладно, все. На первый день впечатлений достаточно. Поехали уже. Ладно, Танюш, дружите. Через две недельки заедем. Может, вырастет. Папа. Папа. Саня, ты меня рассмешил, и я теперь тебе за это отомщу. Как Гоша. Готовься, Саня. Это будет долгая и тупая месть. Так. Кто над этим смеется? Я Таня, я Таня, я Таня-каратистка. Хочешь меня? Хочешь? Цукор. Лимонный сик. Дата веробництва. Девиз на упаковании. Чего за непонятный продукт они так кладут? Папа. Привет. А что это? Новая форма у охранников будет. Он мне намекнул, что если ему моя мама понравится, то он мне сделает предложение. Блин, Сильвестер Андреевич, не зря я к вам пришел. Вы так рубите в бизнесе? Могу смеяться, как снежная королева. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мама, ну хватит меня хвалить. Хорошо, что ты мне рассказала, как я стала мисс-универ в 2007. Я бы умерла, но со стыда. Эксперимент номер один опасен для жизни. Майонез с перцем и кетчуп острый чили лучше не смешивать. Да, Тань, нам надо было родиться в средневековье. Ал, тебе туда нельзя. Тебя бы там сожгли. Ты же сказала, что мужики измельчали. Вот. А я не измельчал. Только я встать не могу. Что за молодежь пошла? Никто работать не хочет. Одни менеджеры в стране. А? Кузя, мы сейчас начали с тобой кастрюлю супа. Ты что, не наелся? Вкуснятина. Блин, почему никто не додумался продавать кетчуп с майонезом в одной банке? Считай. Банка кетчупа 50 рублей, майонез 300, а тут можно за 40 все сразу. Да, Кузя, офигенный бизнес. Купил майонез и кетчуп за 80, смешал, продал за 40. Видишь, как выгодно? Очень. Ты еще Синвестру Андреевичу предложил. Замутите бизнес, разбогатеете, потом спасибо мне скажете. Точняк. Спасибо тебе, Гошан. Я так и сделаю. Не поняла, а где суп? Мы с Гошей съели. Пипец, а о нас вы, значит, не подумали. Ну, ладно, Алка, я же сосиски купил. А где они? Цукор. Лимонний сик. Дата веробництва. Девиз на упаковании. Чужие непонятные продукты они туда кладут. Девочки, только не надо агрессии. Мы, между прочим, проявили благородство и оставили вам хлеб и... И майонез. Да, мельчают мужчины. Вон в средние века рыцари как-то по существенной подвиги совершали. С врагами бились, турнир выигрывали, сиренады пели в конце концов. Ну, видимо, какие рыцари, такие подвиги. Бартань, нам надо было родиться в средневековье. Алла, тебе туда нельзя. Тебя бы там сожгли. О, у меня трейдерную тетку в кургане чуть на масленицу не сожгли. Конечно, все перепились, а она с чучелом фотографироваться стала. Извини. Алло. Привет, мам. Это мама. Зачем приезжать в Москву? У меня все хорошо. Уже в поезде? Ну, конечно, рада. Целую. До завтра. Мама завтра приезжает. Здорово. Я познакомлюсь с твоей мамой. Зачем это? Ну, знаешь, как говорят. Хочешь узнать, какой будет девушка в 40 лет? Посмотри на ее маму. Ну, рассказывай, как твои дела? Фу, упрела вся. Сейчас в метро у девочки видела платье Болонева. Красивое. Давай тебе такое сошнем. Что еще-то рассказать? Ходили с отцом на концерт к Клюшкину. Я чуть не описалась. Ну, у тебя все нормально? Нормально. Ну, ты можешь посмотреть на меня и представить, как выглядит моя мама. Мы с ней один в один. Тогда я еще больше хочу с ней познакомиться. Аллочка. Мой папа сделал предложение моей маме только когда увидел бабушку. Потрясающая хрень. Дорогому Сильвестру Андреевичу от партнеров из Златоуста. Пап, привет. А что это? Новая форма у охранников будет. Полюбуйся, Саша. Партнеры подарили. Главное, я им Порш Каен, а они мне латы. А еще креативщики, блин, написали. Латы от Кавалли. Мы им столько денег отвалили. Они нам латы от Кавалли. Да, мельчают мужчины. Вон в средние века рыцари как-то по существенней подвиги совершали. Пап, у меня к тебе две просьбы. Сразу две? Это прогресс, Саша. Встреться, пожалуйста, с Кузей. Он хочет с тобой поговорить. Саша, сынок, что это, было на Болику не с кем поговорить? Купите ему попугая. Папа, это мой друг. Ладно, ладно. Надеюсь, вторая просьба человеческая. Яхта, Феррари, Ягуар. Пипец. Не, ну это просто пипец. Это пипец какой пипец. Ал, что такого, что они познакомятся? Ты что, мамой стесняешься? Таня, я маму с вами не хотела знакомить. А Олег, он мужчина моей мечты. Ал, да что ты такое говоришь? У тебя замечательная мама. Она огурчики такие вкусные делает. Таня, он мне намекнул, что если ему моя мама понравится, то он мне сделает предложение. Огурчики, блин. Ну почему в кино всегда у всех мамы красивые, а в жизни нет? Потому что это актрисы. Точно. А чё я парюсь? Нужно нанять актрису на роль моей мамы. И всё. Таня, ты же у нас хочешь в театры. Мне нужны все, кто играет в любовницей ролей. А потом мы будем продавать эту смесь по 40 рублей и сказочно разбогатеем. Вот. Подожди, стероидная башка. Это ты что, мне сейчас бизнес предлагаешь? Не весь бизнес. Доля, я вообще бы всё сам сделал. Только у меня денег нет. Ну, вот это деловое предложение. А то я голову ломаю. Куда деньги деть? Хорошо, что ты пришёл. А то бы я вложил в нефть по глупости. И как у нас всё это будет производиться? Какие предложения? Ну, всё очень просто. Мы строим майонезный завод. Рядом кетчупный завод. Ага. А между ними цех по смешиванию. Да? А лучше завод. Точно. Блин, Сильвестр Андреевич. Не зря я к вам пришёл. Вы так рубите в бизнесе? Конечно. Я же бизнесмен. Ну, давай, раз мы партнёры. Я на себя возьму всякие мелочи. Строительство заводов, инвестиции. Согласую всё наверху. А для тебя самое сложное. Будешь креативным директором. А что делает креативный директор? Напрягает мозги. Надо же разработать рецептуру, нужную консистенцию. В каких пропорциях смешивать. Главное для нас. Продукт. Подожди, я тебе запишу. Правильно. Запиши. А для исследования нужны деньги. Вот тебе бюджет. Три тысячи рублей. Так что давай, креативный директор. Креатив. Спасибо. Я не подведу Сильвестр. Опа. А куда у нас сделался Сильвестр Андреевич? Мы же теперь партнёры. Я для вас, Кузя. Значит, ты для меня, Сильвестр. Логично. Ну всё. Давай пока, партнёр. О, прекрасная Татьяна. Позвольте поцеловать вашу прелестную руку. О, вы бронили платок. Ну, не беспокойтесь. Ведь с вами настоящий рыцарь. Ха-ха. 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 Меня зовут Вероника Саар. Я актриса Тюза. Также неплохой опыт работы на телевидении. Передача «Час суда» играла ответчика и дважды свидетеля. Меня даже один раз посадили. Аллочка у меня. Очень хорошая, воспитанная девочка. Моя дочь. Это самое прекрасное создание на свете. Я заклинаю вас. Возьмите её подвинять. Это я цвет добавила. Нормально? Эксперимент номер 76. Майонез провансаль и татарский соус. Один к пяти. Примерно. Вкус похож на эксперимент номер 24. Отстой. Мало майонеза. Да блин. Да. Профессор Кузьмин, вы окружены. Отдайте секретную формулу. Где формула? Блин, Гоша, ну не мешай. У меня эксперимент, а ты сорвал запись. Всё началась сначала. Эксперимент номер один. Эксперимент номер один. Блин, эксперимент номер один опасен для жизни. Майонез с перцем и кетчуп острый чили лучше не смешивать. Никогда. Ещё я могу смеяться. Могу смеяться, как снежная королева. Потом могу смеяться, как Настенька. Потом могу смеяться, как Горбачок. Спасибо, вы нам не подходите. А. Может, лучше со своей родной пойдёшь? Ага. Танька, я чувствую, что моя идеальная мама где-то рядом. Здорово, Сильвестр. Как там наши заводы? Строятся? Проектируются. А ты чего не исследуешь? Всё, сдался бизнесмен? Нет. Я к тебе с отчётом. Вот. Это кетчунес. Попробуйте. Из ста экспериментов это лучшие образцы, основанные на предпочтениях постоянных потребителей. Меняй их. Ну, ещё там. Образец 12. Лучше с пельменями. Образец 40. Создан для молочных сосис. Образец 103. Универсальный, но слишком сложный состав. Там два разных кетчупа и три майонеза. И это ты реально один всё сделал? Конечно. Весь бизнес у нас двоих держится. Что ещё надо делать? Ну, иди. Рекламные слоганы придумывай. А лучше всю маркетинговую стратегию. И переходи недельки через две. Не раньше. Хорошенько подумаешь. Так я же всё сделал. Вот. Вся база по кетчунезу. Слоганы. Не мешай кетчуп и майонез. Покупай кетчунез. С кетчунезом даже вчерашние макароны, как сегодняшние. Не будь бабой. Ешь кетчунез. И вот моя гордость. Самый лучший. До чего дошёл прогресс. Появился кетчунез. Я и название придумал. Кетчунез в куси. А почему в куси? Ну, типа, сокращённо. Вместе с Кузей и Сильвестром. Вместе с Кузей и Сильвестром. Ой, блин. Я так больше не могу. Господи, как же они тогда жили? Терпели, что ли? Добрый вечер. Извините, что заставила вас ждать. Но не могла же я прийти на кастинг без маникюра. А расскажите о себе. Меня зовут Елена, мне 42 года. Всё, мы вас берём. Таня, ты посмотри на неё. Она в свои 42 выглядит на 30. Вот это мастерство. А ещё я пробил по сырью. Помидоры лучше везти из Новой Зеландии. Считай, цена та же, а качество лучше. Я нашёл в интернете список поставщиков, почитал отзывы, есть пара компаний. Я туда уже позвонил, они готовы сделать нам скидки. Молодец. Ты хоть понимаешь, что ты за день сделал годовую работу аналитиков? Ты меня даже не удивил. Ты меня просто поразил. Ты чё греха таить? Я просто охренел. Спасибо. Я для общего дела. Молодец. Только понимаешь, сейчас не получится этот бизнес запустить. Такое дело я попытался, конечно, пропихнуть эту идею, но наверху ясно намекнули, что, мол, не время для этого бизнеса. Блин, я-то так и знал. Ну, к тебе никаких претензий. Тут целиком мой промах. Не волнуйся, работа не пропадёт даром. Вот. Пятьсот баксов? Премия. Заслужил. Нифига себе, Сильвестр. Что ж ты так подводишь, партнёр? Не я ж один. Всё решаю в стране. Так что давай, зла на меня не держи. Ну, конечно, Сильвестр. Ты не расстраивайся. Китченес ещё выстрелит. Давай, пока. Подожди. И это, раз мы уже не партнёры, зови меня обратно. Сильвестр Андреевич. Ладно? Теперь я вижу, в кого Аллочка такая красавица. Ну, что вы, она ещё и умница. Аллочка у нас выиграла поле чудес межшкольное. Ну, правда, она не разрешает мне об этом рассказать. Мама, ну хватит меня хвалить. Хорошо, что ты мне рассказала, как я стала миссу Невер 2007. Я бы умерла бы со стыда. Ну, ты, оказывается, ещё и скромница. Вы открыли мне столько новых достоинств вашей дочери. Ну, главное достоинство. Хороший вкус, раз она выбрала вас, Олег. Да, вы мудрая женщина, Елена Сергеевна. Что будете заказывать? Аллочка, может быть, бокал вина? Я, пожалуй, выпью коньячка. Елена Сергеевна, вы что-то будете? Нет, нет, ничего. Елена Сергеевна, давайте чуть-чуть. За счастье вашей дочери. Ну, разве только чуть-чуть? Угу. Водочки грамм пятьдесят. Хотя... Нет, лучше сто. Ну, тогда можно заказать ещё огурчиков, а под огурчики ещё сто пятьдесят. СМЕХ СМЕХ Блин, Таня, ну где ты ходишь? Так на чем это я остановилась? А, Тос! Так вот. Мужики бывают трех видов. Хахан, трахан и выхухан. А ты, собственно, кто? Прекрати немедленно! Доченька, перестань пихаться под стол. Так вот, женский Тос. Давайте же выпьем за то, чтобы не они нас, а мы их. Что с твоей мамой? Она нездоровая? Олежек, да это пьяница мне не мать! А нам не вообще никто. Да как ты смеешь так говорить о родной мази? Да я же, я же тебя рожала вот этими вот руками! Не слушай ее, Олег! Да я с ней только сегодня познакомилась. Это актриса. Я ее за две тысячи наняла. Верни аванс. В смысле наняла? Ты хотела меня обмануть? Да потому что моя мама, которая настоящая, она плохо одевается и полная, и... Родители, это святое. Все. Больше мне не звонишь. Бебедь! Ой, мама! Что это? Таня, не бойся! Это я рыцарь! То есть Саша! То есть я рыцарь Саша! Саша, ты так странно выглядишь! А почему ты лежишь? Просто я ждал тебя, хотел сделать сюрприз, а потом устал. Дай, думаю, лягу, отдохну. Ой, Саша! Так это ты для меня нарядился рыцарем? Ну, да. Ты же сказала, что мужики измельчали. Вот. А я не измельчал. Только я встать не могу. А я не могу. Блин, ноги не снимаются. Ну и ладно. Они не мешают. Так даже романтичнее. Видолго, Шан? Прибыль с бизнеса. Неужели сработал? Пока нет. Мы с Сильвестром Андреевичем решили проект отложить пока на полку. Просто рынок еще не готов для такого революционного продукта. Понимаешь? Понимаю. Не готов. Но я получил премию. Все правильно. Я поработал, а Сильвестр нет. Поэтому Кузя получил деньги, а Сильвестр нет. Жестокие законы бизнеса. Еще можно сметану сразу с сахаром выпускать. Назовем сметахар. Можно еще прищепку такую сделать, чтобы чайные пакетики отжимать. А еще выгодный бизнес. Пустые папиросы продавать. Но есть своя целевая аудитория. Вот. Готов каждую идею продать за 500 баксов. Чего? Денег решил срубить, лысый? Нет. Бизнес предлагаю. Ты кого решил надуть? Мавроди одноклеточный. Ну а что, Кузя же выдали? Да, Кутя, знаешь, сколько пахал? Что за молодежь пошла? Никто работать не хочет. Одни менеджеры в стране. Шован, халявщик. Сметахар. 500, 600, 700, 800. Пипец, Танька. У меня сейчас денег столько же, сколько было, когда я в институт поступала. Даже на 200 рублей меньше. На 300, Алла. Я тебя вчера обедом угощала. Отлично, Танька. И как мне на это жить? Алла, моя бабушка с дедушкой на этом месяц живут, и ничего. Таня, твои бабушка с дедушкой не ходят в клубы и не пьют бакарди. Они едят тёртую редьку, а по выходным возят рассаду. А я не хочу редьку, я хочу бакарди. Деньги – это пыль. А от пыли нужно избавляться. Чего? Иначе не ты, а деньги начнут управлять тобой. Тань, выкини это, по-моему, они испортят. Мне так Гоша всегда говорит, когда деньги занимает. Деньги придут, деньги придут, деньги придут. Алла, а что ты делаешь? Да не мешай. Нам на психологии говорили, что мысль материальна. Поэтому, если я всё время буду говорить о деньгах, они придут. Круто. Деньги придут, деньги придут, деньги придут. Я хочу в туалет, я хочу в туалет. Круто, ты чё? Ну, я хочу в туалет, а мысль, она же материальна. Кузя, так надо, говорит, когда ты не можешь чего-то добиться. Ты же можешь пойти в туалет. Ну да. Ну иди. Нет, так не хочу. Деньги придут, деньги придут, деньги придут, деньги придут. Алла, будешь так говорить, придут врачи и заберут тебя туда, где деньги вообще не нужны. Круто, Гошан. Гоша, ты что, на праздник собрался? Да какой праздник? Обычный тяжёлый трудовой день. Иду в кафе снимать тёлочек. Круто. Я сейчас тоже с тёлочками мучу. В одноклассниках. Кузя, аккуратней. Одноклассники могут сломать твою психику. Почему это? Объясню на примере. Она тебе пишет. Привет, красавчик, отлично выглядишь, давай встретимся. Ты отвечаешь. Давай. Ты с ней встречаешься, а там... Вот. Очень смешно, Гоша. Да не, я серьёзно, Гошан. Я там с Ольгой Бузовой переписываюсь. Ну, это из дома два. О, ну вот видите. А чё не с Анжелиной Джоли? Она мне не ответила. А Бузова ответила. А. Как тебе? По-моему, тоже. Девушка, у вас, случайно, не найдётся бутылочки на шатыря? Иначе от вашей красоты я могу упасть в обморок. Всё, в народ фразочка ушла. Надо было запатентовать. Я по два раза не знакомлюсь. Девушка, вы что-то путаете. Меня Георгий зовут. Георгий. Странно. Первый раз ты представился командующим сексуальных войск и попросил поучаствовать в каких-то учениях. А ты молодец. Прошла проверку. Нет, я, конечно, знал, что ты меня не забудешь, но всё-таки решил проверить. Да, такое не забывается. Как меня зовут? У тебя замечательное, великолепное имя. Раньше такими именами называли... Понятно. Вспомнишь, подходи. Тань, что здесь такого? Я не понимаю, почему мы не можем рассказать о наших отношениях к папе? Как почему, Саша? Мало того, что ты переехал в этот колоповник, питаешься всякими помоями, так ещё и связался с девкой старше тебя. Тань, зачем ты так говоришь? Это не я говорю. Это твой папа так скажет. Ничего он не скажет. Я взрослый, самостоятельный человек. И это моё дело. Где я живу, с кем я питаюсь и чем я встречаюсь. То есть, наоборот. И вообще... Саша! Папа! Извини. Рефлекс. Ну вот видишь, вы опять поссоритесь, опять нервы. И Сильвестер Андреевич снова полетит в Германию лечиться. Те, что не жалко его совсем? Тань, какие нервы? Я папу лучше знаю. Все его полёты в клинику каждый раз с налоговыми проверками совпадают. Всё равно. Лучше отложить этот разговор до более удачного момента. Пообещай, что ничего ему про нас не расскажешь. Тань, какого ещё удачного момента? Ну, когда у твоего папы будет хорошее настроение. И что? Нам теперь ждать, пока доллар подорожает? Евро придут, евро придут, евро придут. Почему уже евро? Деньги бывают разные. Вдруг придут какие-нибудь украинские гривны. И что мне с ними делать? Евро придут, евро придут, евро придут. Она на меня так смотрела, как будто мы с ней уже спали, понимаешь? Нет, ну можно забыть заплатить за кредит. Можно забыть предерождение бабушки. Но забыть, что у тебя с этим человеком был секс? А я, чтобы что-то не забыть, крестик на руке ставлю. Блин, чуть не забыл. Мне же надо Ольге Бузовой на сообщение ответить. Блин, как так? Такая девочка, я нифига не помню. Надо с ней ещё раз встретиться и всё выяснить. Гошам, прикинь, я Ольге Бузовой в одноклассниках предложил встретиться, и она согласилась. Прикинь. Кузя, ну какая Бузова? Это явно подстава. Сидит там за компьютером какой-нибудь прыщавый гиппопотам, поедает бегма, и твой слабенький мозг. Гошам, да это реально она. Во-первых, она мне ответила, что да, это реально я. А во-вторых, я её фотку видел. Кузя. Это интернет. Хочешь, я тебе найду реальную фотку, где Никита Джигурда занимается сексом с Бритни Спирсом. Да ладно. Вот видишь, а люди верят. Я вообще не понимаю, чё ты паришься? Ты же сильный. Вон, выйди в коридор, тюкни какую-нибудь девочку по голове, и... минут 15 у тебя будет. Ну и шутки у тебя, Гошам. У меня, между прочим, за это двух одноклассников посадили. Ха-ха-ха. Вот видишь, одноклассники, это очень плохо. О, завтра в ДК Джаникидзе выставка изделий народа в Закарпатье. Пойдём? Зачем? Просто мне нравится, когда мы вдвоём, и нам никто не мешает. Привет. Привет, папа. Саня, можешь не сдерживать эмоций, прям сейчас залезай на стол и танцуй ломбаду. У папы для тебя такая новость. Пап, каждый раз, когда ты так радуешься, это означает, что кто-то сейчас очень сильно расстраивается. Ты, наверное, рабочим сократил обеденный перерыв до трёх минут? Саш, да разве деньги это главное? Папа для тебя невесту нашёл. Какую невесту? Алёнку. Дочку Ильи Аркадьевича. А он, между прочим, сейчас совладелец Бритиш Айрлайнс. Значит, деньги это не главное, да? Саня, да ты когда её увидишь, ты про всё забудешь. Про деньги, про то, что у тебя сын такого же возраста, про то, что эта дочь друга. Папа. Спасибо тебе, конечно. Да не за что, сынок. Я же вижу, что тебе всё некогда. Я сам в твои годы вместо того, чтобы по бабам бегать, календарики с Рэмбо продавал. Папа, ты меня не слушаешь. Я говорю спасибо, но я как-нибудь сам разберусь. Конечно, сам. Ты ж такой самостоятельный. Сам сегодня наденешь хороший костюм, сам придёшь в ресторан к Алёнке и сам сделаешь ей предложение. Папа, Таша, мешать не буду. Папа, у меня уже есть девушка. Что? Саша, да не морочь мне голову. Ты просто очень впечатлительный. Если тебе там кто-то два раза случайно губы облезал, это ещё не девушка. Папа, я ещё раз говорю. Я в общежитии познакомился с прекрасной девушкой, и мы уже месяц встречаемся. Что? В общежитии? Да в этом клоповнике одни шалашовки живут. Не говори так! А как, Саша? Тут или страхолюдины, или лебеда, которая готова за московскую прописку спать с кем угодно. Не смей! Она порядочная, красивая и умная. А ты, идиот, живёшь на помойке, питаешься на помойке, и внука на помойке хочешь заделать! Папа! Катя! Лена! Ты что, вообще ничего не помнишь? Столовая, в В-корпусе, посвящение в студенты. Так. Ты сразу предложил устроить конкурс на самую большую грудь. Это может быть. Потом ты принёс мне водку со спрайтом, и сказал, что это мохито. Не помню, но это на меня похоже. Потом ещё подошёл твой друг, и ты сказал, что он из группы премьер-министр. Стоп! Нет у меня такого друга. Значит, наврал. Ну да, это может быть. Ну вот. После седьмого мохито я уже вообще ничего не соображала. В принципе, как и ты. Но мы пошли в общагу. Классика. Что? Ничего, ничего, продолжай. А что продолжать? Всё. Как всё? Ну, а как бы... Ты про секс? Ну, как бы... Что, ну, был или нет? Ну, у тебя был. Что значит у меня? Ну, как тебе сказать? Ну, в общем... Ты скорее спринтер, чем марафонец. Понял? Не, ну надо же! Родной сын снюхался с какой-то общажей шаромышницей. Селестра Андреевич, с чего вы взяли, что она шаромышница? У нас в общежитии очень много хороших девушек. Таня! Кому ты это рассказываешь? Я этих стервятниц насквозь вижу. Они только и думают, как бы этого пухлотилого болтуса на деньги развести. Схема у них отработана. Хватит! За одно место и в ЗАГС. А мне кажется, что ей от него ничего не надо. И она ценит его не за деньги. Ты её знаешь, что ли? Знаю. И очень даже неплохо. Красивая? Ну, ничего такая. Миленькая, симпатичная. Красивее, чем ты? Да. Значит, красивая. Где живёт? А что? Я спрашиваю, где живёт? Да не волнуйтесь вы так, Сильвестра Андреевич. Я её очень хорошо знаю. Это милая, порядочная девушка. Учится в нашем институте. Хорошо готовит. Занимается... Вы чё, подруги, что ли? Ну, можно и так сказать. А-а-а. Ясно. Что вам ясно, Сильвестра Андреевич? Ну, Алка, быстро ты сориентировался. Ничего, ничего. Я к этой курице подход знаю. Сильвестра Андреевич, это не Алла! Таня, я тебя умоляю! Кроме неё некому! Лена, ты должна дать мне второй шанс. Спасибо. Но я на одни и те же грабли два раза не наступаю. Лена, честное слово, вот что-что, а это на меня вообще не похоже. У меня таких осечек не было, да никогда не было. Я бы на твоём месте не очень-то доверяла своей памяти. В этот раз всё будет по-другому. Я обещаю. Спасибо. Но мне прошлого раза хватило. Вернее, не хватило. Лена, даже приговорённым к смерти во все времена давали последнее слово. Сядь, пожалуйста. Ты просто не представляешь, от чего ты отказываешься. Это не подростковые подъездные ощущения, это настоящий взрослый местами немецкий секс. Ты думаешь, почему я такой худой? Не грамм о себе, всё вам, женщинам. У меня уже в девятом классе знаешь, какая кличка была? Жора, секс обжора. А можем вообще снять на видео, отправить в Голливуд и там получить Оскар. за лучшую женскую и мужскую роль. Ты на эти деньги купишь яхту и там мы снимем вторую серию. Ты, кстати, смотрел фильм «Апокалипсис сегодня»? Так вот, «Апокалипсис сегодня». Всё, всё, остановись, хватит. Официант, водку со спрэпом? Шучу, шучу, шампанского! Вот Селёстер Андреевич, доставил, как вы просили. Спасибо, Гена! Ты молодец! О чём вы, Селёстер Андреевич? Не прикидывайся, я всё знаю. Что знаете, Селёстер Андреевич? Ты смотри, достойная соперница. Значит так, Наполеон Бьёбкий, я тебе предлагаю мирный договор. Ты прекращаешь своё наступление, я выплачу компенсацию 10 тысяч евро. Какое наступление? 15. 20 тысяч евро, и ты оставляешь Сашку в покое. Согласен? Пипец, деньги пришли. Вы один? Нет, я с девушкой. Что будете заказывать? Я пиво, а девушку не знаю. Я с ним в одноклассниках познакомился. Понятно. Я тут тоже с одной в одноклассниках познакомился. И чё? Ничего. Такой динозавр нарисовался. Пришлось ей два стула ставить. Так, пиво будет через две минуты. Кузя, ну какая Бузова? Это явно подстава. сидит там за компьютером какой-нибудь прыщавый гиппопотам. Прыщавый гиппопотам. Такой динозавр нарисовался. рơцикIn тюк, 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 тюк. Продолжение следует... 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 И как будто этого не было. Папа! Что, папа? Откуда это? Когда вы успели, почему я не в курсе? Что ты молчишь? Папа, мы хотели всё рассказать. А почему не сделали? Что же это такое-то, а? Ребята, цун! Это что-то? Ой, здрасте, Сильвестр Андреевич. Не знаю, за что мне такая радость, но огромное вам женское спасибо. Ты чеки-то взяла, милая? Конечно, взяла. Вдруг что-нибудь не подойдёт? Ну, нет, через десять. Гена! Бери пакеты и иезжай в ЦУМ. Верни всё обратно. Сильвестр Андреевич! Лучше молчи. Папа! А с тобой у нас будет отдельный разговор. Вот дура! В следующий раз надо говорить, чтоб деньги пришли и остались. Пипец! Ладно, хоть бельё на себя сразу надела. Понятно, Кузя. Судя по твоему настроению, любовь вы с Бузовой не построили. Гошан, ты был прав. Это не Бузова, а какая-то... Арбузова! Я еле уполз от неё. Да ладно, Кузя, не расстраивайся. Просто сегодня не наш день. И не мой. Правильно, Кузя. Только жирное через И пишется. Нет, ну нормально вообще. Совесть есть. Сам не пришёл, да ещё обзывается. Адемия. Да. Анlie Canyon. Да. .... Адемия. Есть. Николь.